Возможность войны влияет на активы. Можно от всего отказаться, от свифта, банковской системы, можно на дракушки перейти. Безумный богач какой-то. Все будет работать на секс, включая продажу диванов. Потому что в нашем мире, в принципе, все про секс. Ты летал в стратосферу. Я на МиГ-25 летал на 27 или 28 километров. Сексуальность со временем изменяется. Грязное дело. У меня запомнилась встреча с Делаламой. Дмитрий, я чуть ли не один из первых, кто в России купил биткоин. 215 миллионов долларов я заработал на этом. Пастор выпивал немножко водочки. Дальше мы рассказывали им про Христа и про любовь, которая нас окружает. И дальше мы спрашивали, кто некрещенный. Мы им предлагали спасение. Сейчас все в шоке, да? Цифровой кочевник, как философ из Москвы, заработал состояние в 750 миллионов долларов на знакомство к заголовок статьи по случаю попадания нашего сегодняшнего героя в рейтинг Forbes несколько лет назад. Сегодня его состояние оценивать уже в 800 миллионов долларов. Речь идет о Дмитрии Волкове, философе из МГУ, рейвере из фестиваля Burning Man и предпринимателе, сделавшем свой капитал на дейтинге. Сейчас музыкальный чартер рвет новая школа рэпа. У моей охраны есть охрана. Волкова можно отнести к новой школе списка форм. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Пойдемте знакомиться. Дмитрий Волков – серийный предприниматель, инвестор, философ и коллекционер современного искусства. Сооснователь международной группы компаний Social Discovery Ventures. Она занимается решением проблемы одиночества, изоляции и разобщенности с помощью цифровой реальности. Но нет, это не сайты с услугами интимного характера и даже не просто какие-то сервисы знакомств. Волков называет свою индустрию Social Discovery, что означает поиск новых связей в широком смысле, не только для романтических отношений. Но об этом чуть позже. Продуктами компании сейчас пользуются более 140 миллионов человек в 100 странах мира, и Россия – это не ядро аудитории. Прежде чем стать предпринимателем, Волков попробовал себя в разных ипостасях. Играл в кино, был переводчиком, крестил людей, преподавал каратэ и английский язык. В 1998 году он основал компанию IT Online, которая специализировалась на создании и продвижении интернет-проектов. Тогда же и был заложен фундамент дейтингового бизнеса Волкова. В октябре 2019 он продал IT Online и инвестировал в дейтинг-групп, который объединяет сервисы знакомств в структуре Social Discovery Ventures. В группу компаний также входит венчурная студия SDV Labs и инвестиционный фонд. Волков поддерживает проекты в области науки и культуры. Является сооснователем Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ, где, кстати, и является профессором философии. Играет на фортепиано. За последние полгода на это занятие он потратил кучу времени – 400 часов. Шесть раз в неделю занимается спортом, ведет Инстаграм, снимал свой документальный сериал в Ютьюбе Мокументаре и ведет там блог. Сегодня Волков пригласил нас в свой новый офис, над которым расположилась одна из его квартир. Пойдемте знакомиться. Не форцы. Добрый вечер, дамы и господа. Это не форбсист Дмитрием Волковым, большим философом, предпринимателем. Дмитрий, здравствуй. Здравствуй. Как дела? Хорошо. Чье это произведение ты исполнил? Это Битховен, соната фаминорная, Битховен. Не было желания связать свою жизнь, может быть, профессионально с музыкой, потому что пока я перечитывал твою биографию, ты был и актером в возрасте 13 лет, и пробовал массу всего. Почему все-таки бизнес, а не творчество? Ну, потому что творчество и бизнес – очень связанные вещи между собой. Музыкой я занимался в музыкальной школе, но я из-за ее закончил, играл довольно хорошо, но я, конечно же, ненавидел тренироваться, репетировать. Я не знаю, кто из детей любит заниматься музыкой. Некоторым нравится выступать, некоторым нравится слушать, но то, чтобы отрабатывать мелкую моторную технику. Ну, в общем, это очень большой труд. В ревью, по-моему, Оскар Хартман говорил, что это адский ад, когда мама заставляла тебя туда ходить в музыкальную школу. Да, она заставляла меня дома заниматься. Дети играют музыку классическую и барочную. Эта музыка достаточно далека от нашего слуха. Где-то в 14-15 лет я стал играть романтическую музыку. Это Шопен, Рахманинов, Лист. Это музыканты, которые уже, наверное, в чем-то ближе современному человеку. И, по крайней мере, в состоянии, когда тебе 13-14-15, уже начинается влюбленность. И вот такие романтические чувства ты испытываешь. И музыка такая, она очень эмоциональная, очень... В общем, вот тут у меня произошло некоторое совпадение того, что я мог играть, и того, что я мог переживать. Вот это произошло в 14-15 лет. Ну, просто это было уже поздно достаточно. До этого это все, конечно, очень трудные занятия заставлять себя, когда все играют куда-то, там идут на улицу, бегают, прыгают, а ты или смотрят там видак, а ты сидишь занимаешься фортепиано. Ты сейчас пользу от этого осознаешь какую-то вот? Конечно. Я считаю, что музыка гораздо круче, чем особняк на Рублевке, потому что это та красота, та атмосфера, которая, во-первых, всегда с тобой, которую нельзя отнять, и, ну, представишь, что у тебя есть дом, который ты по мгновению руки и желания можешь все время превращать в что угодно. Ты можешь вокруг себя создать пейзаж, не знаю, горный, ты можешь создать вокруг себя пейзаж пустынный. И это все возможно сделать с помощью музыки. Поэтому, ну, только виртуальная реальность, пожалуй, может конкурировать с музыкой как способом создать атмосферу и настроение. То есть это помогает учиться мечтать, да? Это позволяет быть в каких-то мирах, которые, по мне, самые красивые. Почему ты до сих пор не открыл первую биржу труда для детей? Это же был твой первый бизнес, насколько я знаю. Да, я, ты, я, да, этот вопрос, думаю, что, это хороший вопрос. Я не знаю, я стараюсь вовлечь всячески свою дочку в работу. И пока, ну, не знаю, у нее есть такой интерес познакомиться, но не уверен, что она действительно хочет прямо сейчас работать. Эта идея была замечательная, идея была в 13-14 лет, она пришла моему другу, и я участвовал в первой детской бирже труда. Мы тогда не знали, что, ну, как бы, детский труд – это вообще очень регламентированная, регулированная область. Вот, наверное, поэтому я сейчас этим не занимаюсь, и в целом достаточно много работы для взрослых. Но стартап же мог быть вообще гениальным на самом деле. Стартап? Огромная, огромная аудитория. Аудитория огромная, более того, это Голубой океан, да, ведь там же практически все дети не работают. Есть еще такая вещь, как школа. Мне мама объяснила, что, ну, типа, зарабатывать, конечно, круто, но дело ребенка – учиться. И тогда наш стартап прикрыли, потому что нам действительно надо было просто ходить в школу. Кто твои родители? Почему они разрешили тебе делать бизнес? Моя мама учителя не разрешили. Мне мама вообще все запрещала, и я все равно все делал. Я родился в семье москвичей. Отец мой врач, мама – учитель музыки. Отец много мне удивлял времени, лет до 11-12, а потом они разошлись с мамой. Мы остались вдвоем, и, ну, в общем, я за старшего был в семье. Поэтому мне никакие какие-то запреты на меня не действовали, мне разрешали. Ну, то есть, что бы она ни говорила, она знала, что делать буду я все равно по-своему, но при этом я чувствовал ответственность. То есть, я понимал, что если я что-то сделаю там во вред нам, то, ну, как бы, это моя ответственность. Первые деньги – это была биржа труда, вот эта детская? Первые деньги – это была биржа труда, потом деньги были за главную роль в фильме «Чтобы выжить». 6 тысяч рублей я читал. 6 тысяч рублей у меня был контракт, а очень большой. То есть, я заработал за полгода съемок в фильме больше, чем моя мама заработала лет за 10, наверное. Как тогда поделили деньги? Все маме? Нет, я за очень большую часть денег купил 18 века Библию. Ну, то есть, у меня тогда один из волнующих меня вопросов Остера был вопрос о существовании Бога. И я думал, что в зависимости от ответа на этот вопрос я по-разному построю свою жизнь. Если он существует, то я должен по-другому построить. Вот почему я купил именно 18 века Библию, ну, у меня было такое тоже. Ты хотел разобраться, есть ли Бог, чтобы грешить или как? Я просто не понимаю. Нет, ну, я думал, что если он существует, то необходимо быть монахом. То есть, это однозначно. И, соответственно, уйти в монастырь и дальше всю жизнь посвятить тому, ну, всю оставшуюся жизнь, насколько там, типа 70 лет. Ты искал выгоду в существовании Бога? Нет, 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 я решил, это должно было определить, что делать. Если есть Бог, то жить в мирской жизни не имеет смысла. Что такое 70 лет по сравнению с вечностью? Да, а за 70 лет мирской жизни ты можешь совершить какие-то поступки неоправданных. Ну, то есть, это вообще просто какая-то очевидная для меня была вещь. Если Бог существует, надо идти точно в монастырь. Я только не знал, в какой, типа, буддийский или православный, но вот такой у меня был в 13 лет, такой был выбор. А если его не существует, то тогда я точно могу выбирать из всего спектра деятельностей, которые мне нравятся. А как же там футбол, девчонки, я не знаю, ну, такой вопрос в 13 лет с первого гонорара, это же вообще... Одно другому не мешало. Футбол я не очень хорошо играл. Я занимался музыкой, занимался карате, я играл в театре много. Но, ну, я как-то совсем не, ну, я просто хотел определиться с тем, что я буду делать в будущем. Девчонки, ну, девчонки, да, появились позже, но это все равно не мешало никак. Я все равно, у меня все равно девчонки и сейчас занимает важное место, но у меня есть какие-то вещи приоритетные, которые я, которые определяют, что, собственно, я делаю. Ты был на площадке с Меньшовым и Розенбаумом? Да, я играл вот в этом фильме «Чтобы выжить» с Владимиром Меньшовым, да, и Александром Розенбаумом. Еще век с вартом был. Какие-то полезные вынес для себя навыки из съемок профессиональных? Да, ну, во-первых, я увидел, что кино – это совсем не то же самое, что театр. Театр – это про реальные переживания, кино – это про прокажемость. А потом я увидел, что люди... Ну, то, что мне неприятно – видеть звездных людей. Ну, то есть, близко находиться рядом со звездным человеком очень тяжело. Я не говорю, что это там плохие люди, но я говорю, что находиться со звездой рядом – не очень приятно. Капризные в плане высокомерные? Высокомерные, не видят людей. И да, ну, ты все дозвол, да. Ну, да. Все поголовно прямо? Нет, не знаю. Я же не всех поголовно видел. Дальше я был, знаешь, я был на... Я получил за главную роль, получил премию «Созвездие 93», по-моему, называлась эта. Это была премия за лучшую детскую роль. И я тогда в качестве приза в том числе получил возможность на теплоходе с звездами российского кино плыть по, значит, реке и останавливаться в небольших городах России. Ну, то, что они просто много пьют – это мало сказано. У меня были очень идеалистические представления. Люди, которые занимаются искусством, вынуждены чаще всего раскачивать себе и психическую нервную систему, и отпускать эмоции и так далее. И это явно приводит к заносам. Когда ты разухабисто ведешь Феррари, то как бы не случайно, довольно закономерно, а ты впилишься в какой-нибудь столб. Поэтому вот они так по жизни разухабисто ведут себя. Что, какая-то история есть на этот счет яркая? Ну... С того теплохода. С того теплохода, я помню. Никита Николков, Дмитрий Харатьян. Ну, он тогда был звезд... Ну, понятное дело. И звездой, и все женщины. Я помню, как пристани были просто наполнены десятками, сотнями женщин, которые скандировали «Дима, Дима». И он, уставший, его выносили к ним. Они какое-то время находились с ним. Потом отрывали от него какие-то элементы. Клевали его к крытке. Да, какие-то кусочки, одежды. Потом его заносили обратно, и он улыбался. Я точно завидовал, конечно, ему какое-то время. А потом понимал, что, наверное, я не Дима Харатьян, не такой симпатичный, не такой обаятельный, не такой талантливый. И, наверное, я лучше пойду поработаю. Первая компания появилась в... Сколько? Ну, это была детская биржа труда как раз. Разработка сайтов. Разработка софта появилась лет, наверное, в 19. Потому что меня всегда интересовали компьютеры. Плюс у всех моих друзей компьютеры были. У меня не было. Мне было немножко хотелось компьютеров. И я много времени проводил в компьютерном классе. И потом я нашел первый заказ случайно. Я работал переводчиком. То есть я в 18-19 лет работал всем. Я работал переводчиком у директора завода. Переводчиком ли с русского на английский? С английского на английский, да. Я крестил людей вместе с пастором американским. Крестил? Крестил. В ванной только. Мы похищали и крестили преимущественно людей после 45-ти, которые испытывали какую-то, видимо, кризис среднего возраста. Мы им проповедовали. Я немножко проповедовал. А потом мы их погружали в ванну. И это стоило, по-моему, 10 или 15 долларов. Это легально было? Это 90-е... Я не знаю, это 90-е годы. Это массажный салон какой-то или как это? Нет, мы приходили. Вы крестили на дому? Конечно, мы приходили. Люди устраивали. Мы ели винегрет сначала, потом оливье, потом селедку под шубу, потом мне присели котлетки. У меня был такой партнер, здоровый пастор, такой американский. Я не помню, с какой церкви он был, какой-то протестантской, что ли. И вот они приехали, он привез очень много Библии. Поскольку Советский Союз развалился, какая-то идеология перестала существовать, нужно было что-то на замен. И вот его приглашали в эту семью, там собирались женщины, мужчины из ближайших квартир, какие-то подруги, все. Они садились, нас кормили. Он, пастор, выпивал немножко водочки. Дальше мы рассказывали им про Христа и про любовь, которая нас окружает. И дальше мы спрашивали, кто некрещенный, и кто некрещенный. Мы им предлагали спасение. Сейчас все в шоке, да? Нет. Сейчас все просто в шоке. И как тебя, подожди, как тебя все-таки унесло в IT? Так нет, я постоянно занимался при этом IT. При этом? Нет, у меня просто среди некоторых моих клиентов, которым я переводил, были бизнесмены, которые приезжали в Москву по каким-то делам, и один из них в свое время спросил меня, слушай, могу ли я перевести что-то с PHP на АСП, ну какой-то под... Или с ColdFusion на АСП. Я, собственно, не знал, что такое ColdFusion, не знал, что такое АСП, но я очень хорошо знал слово translate. И я сказал, что это будет стоить 3 тысячи долларов. Он сказал, ну, конечно, дорого, но мы можем договориться. И дальше, после того, как мы разошлись... Читал эту историю, ты очень описывал момент, что ты боялся назвать цену. Я не знал, потому что какая... Да, сколько это может стоить. И вот этот ведь страх, когда ты первый раз сам называешь цену, ты его описывал очень ярко. Я еще не знал, что это, собственно, такое, на что я подписываюсь. Но в 19 лет я был готов подписаться на очень многое, поэтому я пошел в библиотеку иностранной литературы и попытался выяснить, что такое ColdFusion, АСП, а дальше попытался найти программистов, которые могли бы это сделать. Нашел программистов, это был первый мой заказ, потом пошли другие. Ну, через 3-4 года у меня же работало 300-400 программистов. Из этого выросла компания IT Online. Из этого выросла компания IT Online, да, и бизнес по оффшорному программированию. Мы пытались... Мы в основном делали софт на заказ и, ну, иногда пытались какие-то свои продукты делать. Ты все основал это один или у тебя были партнеры? У меня не было. У меня были 3 тысячи долларов, которые он мне заплатил в итоге. Никакого напарника? В этом бизнесе вообще никакого напарника не было. У меня был другой бизнес, где у меня было много напарников. Мы остановили ресторан, потому что я еще работал помощником руководителя в такой компании, называлась Pride USA. Они строили ночные клубы в 90-х и рестораны. Метелица, это был один из первых его... Казино на Новом Арбате. Да. Мы делали первый вот такой вот красивый ремонт. Я участвовал в этом проекту. Потом был на другой стороне спортсбар, я не знаю, он остался на Новом Арбате. Я по другую сторону Метелица. Потом мы делали детский клуб Орликина и так далее. То есть я работал в качестве помощника, а потом я уже в принципе помогал закупать оборудование, придумывать дизайны этих помещений и так далее. Одновременно учащись на историческом факультете МГУ, одновременно ночью переводя пастору и осуществляя крещение людей. В общем, довольно было бурно. Совмещал в общем три работы. Еще у меня была работа, я был мастер спорта по карате, у меня был черный пояс, я преподавал карате три раза в неделю. А в чем была мотивация? Деньги зарабатывать? Ну, во-первых, про пастора у меня вообще, я же не говорил, что мне был интересный вопрос про что не Богу, но он остался. Я бы сам пару раз не отказался. Это реально очень классно. Это очень классно. И потом ощущение, ты как будто, ну ты человеку реально снял все грехи. Ну, это, ну, знаешь, типа... Это какое-то ощущение власти, мне кажется. Мне это ощущение того, что ты сделал что-то очень важное. И человек счастлив. Переводил директор завода, потому что мне много платили. А клубы и рестораны я помогал делать, потому что мне было интересно работать в американской компании, это вообще было все очень удивительно. И проекты были интересные, то есть там была очень художественная составляющая, очень интересная. Там мы делали классные дизайны. И я вообще до этого в ночные клубы никогда не ходил. А тут я их делаю, типа, ну это реально круто. Ты тусовался тогда много, да? Я не тусовался вообще. Я в клубы попадал только по работе. Но это уже было прикольно. Карате я преподавал, ну потому что я тренировался сам. И это было удобно. И это, кстати, приносило, наверное, сразмеримые деньги. Тебе это все приносило удовольствие при этом, как будто. Ты так и рассказываешь. Конечно, это очень интересно. Работать еще дофига интересно. Люди, которые говорят, я пошел в офис там, проторчал 8 часов. Я вообще не понимаю, что они говорят. Вот в России многие хотят длинных новогодних праздников, постоянно уехать в отпуск. Ты это не разделяешь, да? Как я понимаю? Нет. Я съездил в Куршевель, я понял, что такое количество уставших людей я никогда не видел. Я вообще отдыхаю все время в Шамане. Ну, я живу там, у меня там дом. Я там езжу на... Мека-альпинистов. Где подъемы на Момблан. Мека-альпинистов. Там мека-фрирайдеров и так далее. Я тут за два дня заехал в Куршевель. Слушай, я вообще в шоке от того. Идет человек, за ним два инструктора несут его лыжи. Человек подходит в ресторан, ему открывают дверь, ему кладут на тарелку. Его ботинки относят в это время, снимают с него, относят их в специальную комнату. Ну, а как мы для Харатьяна встречать в Куршевеле? Я вообще обалдел, какое количество у нас уставших людей, которые не хотят... Простите. Не могут уже сделать достаточно простые вещи. Ну, как бы жизнь слишком короткая, чтобы это время как-то осмысленно не проводить. Я не знаю. У меня отдых – это смена занятий. Это либо спорт, либо музыка, либо чтение, либо я пишу что-то, я пишу книгу сейчас художественную. Ну, то есть, я вижу отдых в том, что ты меняешь одну деятельность какую-то на другую какую-то, но она всегда направлена на какой-то результат и имеет смысл. Ну, я, наверное, не очень знаю, что такое отдых. Про IT онлайн. Какой был основной профиль у компании? Мы занимаемся офшорным программированием. Для клиентов мы делали софт. То есть, это что в себя включало? Это сайты? Это... Нет, в основном мы делали какие-то складские системы. Мы делали системы по биллингу, автоматизацию колл-центров. Ну, вот какие-то такие работы, которые заказывали в основном из Америки. Тогда это было очень высокомаржинальный, да, насколько я понимаю, бизнес? Сейчас это вообще недорого стоит. Сейчас, ну, как, все равно существуют большие компании такие, как там, не знаю, ЕПАМ или системный интегратор, которые достаточно высокомаржинальные. Они публичные, гигантские. Но тогда это был бизнес, где можно было даже небольшой компанией быть очень эффективной. Вот к тебе приходили там люди, у которых, условно, не было каких-то очевидных вещей на их ресурсах веб? Типа номер телефона? У меня было потом одно из спин-оффов этой компании. Была компания Usability Lab. Это компания, которая занималась проектированием интерфейсов специально. То есть, IT Online мы занимаемся разработкой всего под ключ. То есть, там и интерфейс, и база данных, и вся бизнес-логика. А одна из компаний моих дочерних, она стала специализироваться на проектировании интерфейсов, ну, то есть, как бы, фасада сайтов и приложений, и исследовании поведения пользователя. И сначала был веб-дизайн, а потом появились, появился бизнес в интернете, и дизайн, под понятием дизайн, стало пониматься проектирование. Проектирование – это уже продумывание того, как интерфейс взаимодействует с пользователем, как он управляет поведением, по сути дела, пользователя. А почему ты решил выйти в конечном счете из IT Online? Нет, я продал эту компанию, потому что для меня стало интереснее, для меня стало интереснее не программировать под чей-то заказ, а делать самому продукты, собственно. И вот, собственно, к этому я пришел, к тому, что сегодня iFriend, XOXO, Magnet – это приложение, которое мы сами создаем для пользователя. То есть, предыдущий мой бизнес был B2B, то, что называется «Бизнес для бизнеса». Это бизнес, в котором бизнес-другой заказчик определяет тебе, что тебе нужно сделать, и ты выполняешь эту работу по их коллегам. У вас был какой-то один большой заказчик? Нет, у нас было много, несколько разных заказчиков, в основном из Америки, какое-то количество из Германии. Но они мне говорили, нам там нужно такое-то приложение. Сейчас я занимаюсь то, что называется B2C-бизнесом. То есть, бизнес предлагает услуги какие-то для клиентов, для непосредственных пользователей, таких, как ты и я. Эта работа, по мне, гораздо интереснее. Просто мне она больше нравится, потому что здесь больше пространства для творчества. Креатив. Да. То, что мы с тобой с чего начинали, ты говорил, почему ты выбрал не творчество, а бизнес, а я говорю, потому что бизнес – это творчество. Не форцы. Какая у вас выручка за прошлый год? За прошлый год она была несколько меньше 300 миллионов. 300 миллионов долларов выручка у вас. А в пандемии, ну и вот в год… Ну вот она в 300 миллионов было в прошлом году. И в позапрошлом тоже? В 20-м? Нет, в прошлом она была меньше, 220, что ли. По последней оценке Forbes твое состояние 800 миллионов долларов. Да. Так ли это сегодня? Ну, думаю, наверное, не совсем. Меньше, больше? Думаю, больше, да. За счет каких шагов в бизнесе? Ну, во-первых, год инвестиционный был очень хороший для всем. Ну, все венчурные инвестиции очень сильно развились. И компания получила гораздо более высокую оценку за последнее время. А какие-то там факторы, которые сейчас происходят? Там падение рынка, нестабильность там валют. Это там возможность войны. Вы это учитываете? Ну, возможность войны влияет, наверное, на активы, которые… Не в интернете. Ну, сейчас, ну, была небольшая флуктуация рынка. Последняя, вон, Facebook упал, там как-то прилично. Ну, во-первых, на мою основную компанию это никак не влияет. Как бы мы ни в каком из регионов не привязаны никакому региону. И поэтому, в общем-то, эта политическая обстановка на нас не влияет. А наоборот, рост, да и пандемия нас очень сильно поддержала. И мы выросли, потому что в пандемию люди, многие остались дома, и у них было время заниматься. Вы заработали в это время? Ну, наверное, мы больше заработали, чем какие-то другие компании. Явно, чем магазины какие-то, чем кафешки какие-то. А вот то, что Цукерберг-то, там гремит эта новость, так обвалился Facebook. Это вообще скажется глобально на IT-секторе, или только его проблема и Facebook? Ну, я не… Вот в отличие от инфо-цыган, и в отличие от специалистов по личностному росту, не делаю прогнозы. Я не знаю, что будет с рынком. Я считаю, что хорошие компании, которые имеют хороший продукт, они дальше будут продолжать расти в долгосрочной перспективе. Мир станет еще более технологичным через 5-10 лет, это совершенно точно. Большие компании становятся еще больше. В принципе, это тоже правда. Вот такой мой прогноз. Что будет конкретно с Facebook? Да, это и такое было заявление. Мне не очень понравилось это историю про метавселенную. Метавселенная – это понятие скорее философское, нежели бизнес-понятие. Facebook, скорее всего, пытается построить свой виртуальный мир. Вот это было бы точнее определить. Потому что метавселенная – это что-то, что объединяет множество разных миров и не предполагает одного коммерческого владельца. Если Facebook будет владеть метавселенной, это будет какая-то хрень. Это будет не метавселенная, это будет Facebook-вселенная. И потом называть это вселенной – это вообще всеохватывающее. Ну, Facebook явно не может все охватить. Это такие, простите, короткие ножки слишком у вас. Я с одним предпринимателем обсуждал эту тему метавселенной, и он меня тоже погрузил в транс, рассказав, что с годами реальные эмоции будут дорожать, ресурсов на всех не хватит, людей хотят заточить в дома, надеть на них VR-очки, да, тем сколько угодно стимуляторов, и это будет дешевле, чем содержать их в реальном мире. И это вот такой глобальный тренд. Что ты можешь сказать на это мнение? Мы с этого начали приблизительно, потому что мне кажется, что реальность многопланова. И виртуальная реальность, реальность, которую мы сможем увидеть через очки, это такая же реальность, как и все остальное, потому что наш зрительный нерв является тоже чем-то вроде устройства для восприятия электромагнитных волн. Поэтому, ну, будет ли еще сверху очки, я не вижу различия между искусственными устройствами и естественными устройствами. Ну, то есть глаза – это на самом деле камера. Это просто камера для, ну, то же самое, что объектив вот вашей аппаратуры. Поэтому у тебя есть камера, ты можешь сверху на камеру настроить какую-то линзу, будешь видеть что-то больше или меньше, или дальше, например, тебе можно сдать, не знаю, широкую линзу, да, широкофокусную, ты будешь видеть шире. Ну, тебе это прикольно. То есть нет разницы, виртуальная женщина или реальная? Вопрос, как ты видишь свою женщину. Вот ты, наверное, свою женщину, свою женщину, которая тебе нравится, видишь не совсем так же, как всех остальных женщин. Что-то тебе в ней нравится. И она какая, что-то, то есть ты уже ее видишь через какую-то революцию. Но если ты сможешь это полностью ощущать, как мы ощущаем воду, как мы в нее погружаемся, можем плыть, то это будет абсолютно то же самое. А это достижимо, ты считаешь? Конечно. Ну, представь, ты все воспринимаешь через нервные окончания свои. Ты воду, когда ты плывешь, воспринимаешь через нервные окончания. Ты на самом деле не здесь, вот здесь тебя тоже нет. Ты есть вот там. Это значит, что если подсоединить правильным образом все, то ты можешь переживать ощущение воды, ты можешь переживать ощущение воды, ну, не касаясь какой-то воды, ты можешь переживать просто ощущение. Более того, если мы создадим эту реальность для всех одинаково, проблема с виртуальными мирами – это то, что в них может быть хозяин, который будет играть не по правилам. Вот для тебя это там океан, а для него там нет океана. Вот это будет проблема. Почему мне нравится заявка Фейсбука? Потому что они говорят, мы сделаем метавселенную, мы сделаем что-то, где мы будем править. Но подчиняться Конгрессу США. Да, а еще и подчиняться Конгрессу США, да. Ну, и не только Конгрессу США, но и их интересам. Ну, туда он ходит чаще, чем в другие места, по-моему. Это точно, да. Ну, в общем, я за виртуальные миры, за то, чтобы их было большее количество. И про метавселенную, думаю, что сама метавселенная – термин напрасный, взятый Фейсбуком. Не портцы. Почему тебе нравятся какие-то другие миры, а не наш, наш существующий мир? Тоже цитата. Я, Дмитрий Волков, механик симуляции, один из ее создателей. Расшифруй, пожалуйста, для простых людей. Потому что, мне кажется, наш мир, он очень многослойный. Это не другие миры. Мы так или иначе находимся во множестве миров. Один мир – это мир атомов, молекул, нейронов, аксонов, дендритов и так далее. Это один мир, которым мы соприкасаемся, когда читаем какой-то научпоп, там, какие-то современные, современных ученых, которые рассказывают нам о том, что они открыли. Это мир, которым мы, в принципе, в будние дни не встречаемся. Есть мир, в котором мы живем. Это мир, скажем, политический. Мы знаем какие-то события, которые происходят. Мы знаем, есть страны, у них лидеры, границы и так далее. Честно говоря, этих людей мы тоже особенно не видим часто. Мы их видим только по телевизору. Эти границы мы особенно не видим. То есть, может быть, их не существует? Может быть, это симуляция? Может быть, да. Может быть, не существует ни Байдена, ни Путина, никого? Вполне возможно. Это все вымышленные персонажи. В каком-то смысле это точно вымышленные персонажи. И мы сейчас в Ютьюбе тоже на самом деле не существуем. Да, две голограммы, два аватара, которые разговаривают с собой. Ярослав Бабушкин и Дмитрий Волков сейчас отдыхают где-нибудь на Мальдивах. Вместе? Ну, с большой компанией других парней. И девчонок. Очевидно. Слушай, тебя нормально воспринимают с такой точкой зрения? Как бы все с одной стороны понимают, что у тебя есть результаты, которые напечатаны в журналах. Ты можешь отчитаться. Я сейчас не сказал, что ничего не существует. Я сейчас сказал, что наша реальность... Да, с другой стороны, ты говоришь такие вещи, что такие, типа, вау, это безумный богач какой-то. Нет, наша реальность действительно, она очень многопластовая. Есть вещи, например, брак, семья, да? Это, в принципе, вещи, которые мы не можем наблюдать. Мы можем говорить, эти два человека, Женя и Маша, они живут вместе. Но они образуют брак, они семья. А как это понять? Мы семью совы, семья. Мы же не видим какую-то конструкцию, которая представляла собой семью. То есть мир состоит из очень множества уровней всякой реальности. И когда наши новые визионеры рассказывают о том, что будет еще одна реальность виртуальная, например, это ничего, ничего нового не происходит. Мы просто добавляем еще уровень, еще один уровень реальности, которая будет над теми, которые мы уже сейчас обладаем. То есть это не замена, это не сумасшествие какое-то. Ну, например, мой хороший знакомый Дэвид Чалмерс недавно издал книжку, она называется Reality Plus. То есть реальность плюс. И он говорит о том, что вот, ну, как бы, по сути дела, это та же идея о том, что реальности, уровней реальности много. Мы можем их видеть, не видеть. Ну, например, цвета, да? Мы видим цвета. Ты вот сейчас видишь меня как человека одетого в что-то оливковое, бордовое, черно-белое. Но цветов нет. Цвета – это дополненная реальность. Нифига нет в природе цветов. В природе есть электромагнитные волны. Причем вот это хреновина, вот эти штаны, не знаю, какие они, они отражают совершенно разные электромагнитные волны в разных ситуациях, в разных контекстах. Твой глаз будет считывать это как оливковый цвет. Но оливкового цвета нигде, блин, в природе нет. А если ты посмотришь в свой мозг, просто возьмешь, не знаю, стетоскоп, микроскоп и так далее, то обнаружишь, что нифига никаких цветов нет. Цвета – это дополненная реальность, которую нам дополнила природа. Для того, чтобы мы могли идентифицировать съедобное, несъедобное, опасное, кусачее, жуткое и так далее. Цвета – это дополненная реальность. Поэтому мы уже, блин, живем точно в дополненной реальности. И то, что в каком-то смысле в виртуальной реальности, потому что многие вещи, такие как обязательства, отношения, причины и так далее, это все вещи, которых, в принципе, в базовом уровне реальности нет. Есть еще один смысл, еще один смысл, который вкладывают иногда, который, вот ты спросил, механик симуляции. Это немножко другая идея. Она имеет древние корны. Наверное, от еще Декарта идет, Декарт предложил мысленный эксперимент о том, что все, что мы видим, это сон. Он предположил, что есть какой-то, значит, мог бы существовать какой-то злой демон, как его называют, бог, там, какое-то высшее существо, инопланетянин, который мог бы вот создать для нас эту реальность и мы бы считали, что это единственное, что есть, а он бы либо управлял этим, либо просто наблюдал нас вот в этой реальности. И эта мысль пришла философу нового времени Декарта, а потом она много-много раз приходила и другим мыслителям в голову и в связи с изобретением компьютера, множества компьютерных игр и так далее. И плюс еще, конечно, Голливуд вложился в то, что мы стали думать о том, что может быть вот весь наш этот мир, на самом деле, ну уже не про слово демона, может быть, наш весь мир это компьютерная игра, и мы в нем существуем, а есть еще какой-то мир ну как бы вокруг нас, который полностью отличается от этого. Может быть, мы существа, подключенные как в матрице к каким-то там, не знаю, батарейкам, устройствам, лаборатории в какой-то, может быть, мы мозг в чане, то есть мы просто отдельно мозги, которые вообще не обладают никаким телом и так далее. То есть есть масса таких вот идей, и один современный философ, Ник Бостром, предложил аргумент в пользу того, почему такое может быть. Он сказал, вот представьте, сколько стоит сделать реальный физический мир. Ну блин, реально, это супер затратное дело. Построить Землю, Марс, Сатурн, зажечь какую-то звезду вокруг этого всего, все эти атомы, всем этим управлять. Ну реально, проблемная история, правильно? Такая, ну, тяжелая. И теперь представьте, что значит сделать компьютерную игру. Компьютерную игру мы можем с вами сделать их миллион. Находясь внутри компьютерной игры, невозможно ее отличить от реального мира. Тогда какая вероятность, что этот мир такой дорогой и является базовым? Какая вероятность, что мы находимся в дорогом мире, и в дешевом? Конечно, в дешевом больше вероятность, что этих дешевых миров может быть бесконечное количество. а насколько это все научно? Я, знаешь, сегодня читал в инстаграме, что в России в этом году еще возрос спрос на эзотерику, на шаманов, на прочее, прочее. Какая вероятность, что то, что у квадрата четыре угла научно? Ну... Это не относится ни к науке, это относится к логике и к принципам мышления. Вот есть такие вещи, которые мы с тобой можем выяснить. Это не относится к науке, относится к метафизике, скорее. Метафизика – это как бы фундаментальная, самая базовая наука, потому что она затрагивает наши принципы мышления. Вот мы с тобой можем сказать сегодня такую вещь. Сегодня ты пришел сюда точно по какой-то причине. Ну да. Вот я ничего не знаю, почему ты сюда пришел. И я, и ты не знаешь, почему, к примеру, я сюда пришел. Но мы знаем, что в принципе была какая-то причина. Знаем с тобой как-то? Была какая-то тактика, мы ее придерживались. У каждого события была какая-то причина. Насколько это научно? Это очевидно. То есть, то, что я рассказывал про аргумент симуляции… Это сложнее гораздо. Это сложнее, но это если по этому чуть-чуть времени поразмышлять, теоремы в геометрии, мы… Это не то, чтобы научно, это мы можем с помощью каких-то последовательных размышлений прийти от одного размышления к другому. Тебе помогает это зарабатывать деньги? Потому что ты видишь так наш мир… Мне помогает это заниматься тем, что я люблю. То есть, я сейчас в бизнесе занимаюсь созданием той самой дополненной реальности, которая мне нравится. Для меня очевидно есть проблема, что, например, вот в индустрии social discovery, то есть, в индустрии знакомств люди между собой встречаются, но эта встреча всегда ограничена какими-то физическими данными. Ну, ты хорошую фотку сделал в инстаграме, а я сделал плохую фотку в инстаграме. Ну, твоя популярность в 10 раз выше, а моя в 10 раз ниже. Ну, ну, скажем, я родился невысокого роста, ты родился очень высокого роста, у тебя красивые голубые глаза, у меня там короткие волосы, ну, что-то такое, я не знаю, есть какие-то параметры. Справедливо ли это? Ну, наверное, это не очень справедливо, потому что это заданная генетика, ну, какая-то рандомность есть в этом и так далее. То есть для человека внешность является на самом деле не выражением его, ну, да, мы можем повлиять на прическу, но я не могу повлиять на свой рост, я не могу, я вот занимаюсь спортом там 6 раз в неделю, я не могу увеличить свою мышечную массу в 10 раз, кроме стероидов и каких-то способов, которые я не буду использовать. Мы сейчас думаем в бизнесе о том, как эти ограничения, и пытаемся эти ограничения преодолеть. Вот один из способов, который мы придумали, это то, что, так сказать, мы выпустили проложение, в котором люди знакомятся с помощью аватаров. Они выбирают себе образ, который, ну, он отчасти построен на их реальной фотографии. Это проложение Magnet, которое мы запустили пока на Америку, и люди загружают свою фотографию, она преобразуется в вид аватара. Персонажа такого. Персонажа такого. И дальше люди начинают знакомиться через этого персонажа. Он отчасти кастомизирован. Это как метод вселенной? Ну, слово мета-вселенная сейчас называется, нет, это как аватар. Короче, в мета-вселенной могут быть аватары, но не обязательно, что... Как персонаж в Фортнайте, да? Как персонаж в Фортнайте. Так понятнее, я не знаю. И по мере того, как ты знакомишься с человеком, его реальный образ, он открывается, но это знакомство будет уже не построено целиком на внешности, не целиком на какой-то крутой фотке, которую человек сделал случайно или там, потому что у него фотограф хороший, а на каких-то других вещах. То есть мы пытаемся познакомить людей на основании общения, на основании дискуссии по каким-то там темам, которые для них близки и так далее. Что это? Это тестирование какое-то или как? Нет, нет, нет. Это, например, мы предлагаем темы, там, не знаю, 50 тем, что ты думаешь по поводу, я не знаю, ну, тоже существования виртуальных миров или что ты думаешь по поводу, там, не знаю, абортов или что ты думаешь по поводу... Короче, это простенько, как в дейтинговых сервисах. Ты выбираешь какую-то тему, ты общаешься, и по мере того, как вы общаетесь, вы раскрываете уже какие-то внешние... У вас сначала получается возможность увидеть фото друг друга, потом увидите видео друг друга, потом можете услышать голос и так далее. То есть вот это вот такое открытие человека. Это мини-игра. А другая история, которая тоже навеяна вот этими мыслями о дополненной реальности, это... Мы сделали продолжение iFriend. Я сегодня с утра уже им пользовался. Чатился с ним? Я, да, я пытался его спровоцировать. Я написал, что I want to kill myself. Ага, и что он ответил? Он сказал, что надо обратиться в госпиталь. Вот. Это, кстати, очень, это очень спасибо, это очень хорошо. То есть наша идея была создать идеального друга. Ну, я очень идеален. Я попросил его найти номер, и он попросил меня скачать приложение. Да. Пока что он мне не скинул еще номер. Он не скинет, он не скинет. Не скинет? Он не знает. Нет, мы не можем давать... Чьи-то контакты? Да, но пока... То есть этот вопрос большой. Где сделать друга, который может тебя всегда выслушать, может быть, всегда будет испытывать эмпатию к тебе, и, в принципе, по мере того, как ты будешь с ним разговаривать, он будет, ну, в принципе, создаваться как личность. То есть его личность формируется в зависимости от твоих ответов. У людей, которые боятся и хотят что-то высказать, и боятся оценки, боятся критики, их становится больше и больше. Это возможность на самом деле познать себя, потому что с кем еще ты можешь быть настолько откровенен? Ну, ты, например, можешь быть откровенен с мамой. Ну, да. Но по мере того, как ты взрослеешь, а она стареет, ваш диалог становится все более и более дистанцированным. Ты уже думаешь, а это, наверное, лучше не говорить, она расстроится, а это, наверное, она не поймет, а это, наверное, уже что-то совсем... Ну, в общем, диалог с другим человеком всегда завязан на интересы. У каждого есть какой-то интерес. А у этого существа, и я уверен, что это существо, это не просто бот, это со временем будет реальное существо. И это существо не будет иметь конфликтующего с тобой интереса. Оно не захватит, не возьмет у тебя деньги в долг, оно не заберет у тебя девушку, оно не хочет, чтобы ты постригся так, как оно хочет. Оно выслушает тебя, и оно создаст какую-то атмосферу, которая тебе будет комфортна. У вас в миссии, в компании написано на первой странице, что мы помогаем бороться с одиночеством. Вот это вот самое первое, что, по-моему, написано. Одиночество сейчас главная проблема людей? Я думаю, что сейчас это растущая одна из главных проблем людей. Люди не слышат друг друга, общество очень индивидуализированное, общение очень поверхностное. Количество психологов, которые работают, показывают, насколько эта проблема большая. Люди платят деньги там 50, 100, а в загранице там 300, 400 долларов в час просто за то, что кто-то сидит и внимательно их слушает и не судит. Это огромная индустрия, которая только растет. Религиозные институты, церковные институты очень во многом построены на тех же самых принципах, когда ты должен высказаться, ты выслушаешь что-то. Я думаю, что это достаточно... То есть это всегда была такая проблема, на самом деле? Проблема была всегда, но я думаю, что сейчас она еще больше. В толпе чувствовать одиночество гораздо острее, чем когда ты один находишься в какой-то деревне. Ну, не один, а живешь в деревне или в какой-то относительной небольшой, небольшом сообществе. То есть это не городская большая проблема? Это проблема, ну, это и городская, и технологическая проблема. Люди остаются одни в больших домах, в больших городах, в больших компаниях. Чем больше это вот конгломерат, тем менее значимым, менее услышанным они являются. Ну, хотя жить-то стало в целом легче, там, зарабатывать деньги, добывать добывать еду. Деньги еще больше нас, в принципе, друг друга отделяют, потому что чем меньше зависимости между нами, физической, тем больше, тем более индивидуалистическими становится образ жизни человека. Дейтинг, дедком, самый основной твой актив сейчас? Нет, он один из больших, он один из больших, но есть и другие у нас. Date My Age это приложение для тех людей, которые старше 35, тоже достаточно большое, очень растет. То есть люди, которым за 35-40 их количество увеличивается в мире вообще и они становятся, живут они дольше, они разводятся и они вновь готовы встречаться. У них есть больше времени часто, чем у молодежи, но они готовы больше платить за дейтинг и готовы, собственно, собственно, и пользоваться онлайн-дейтингом. В принципе, признание онлайн-дейтинга в мире увеличивается. То есть если 15 лет назад, 20, ты говорил, что у тебя есть сайт знакомств, то считали, что это какое-то очень грязное дело и непонятно, кто это сейчас. Сейчас уже все гордятся своими историями знакомств из разных приложений. Конечно. Что вот, мы долго подбирали, так, сяк, это прям даже, это очень прогрессивно, мне даже кажется. Ты сам пользуешься своими приложениями? Я пользуюсь своими приложениями, иногда пользуюсь с приложениями своих конкурентов, потому что хочу быть в курсе у кого что получается. Пьюр тебе нравится? Мы общаемся, да, с этой компанией. Я поместил свой профиль несколько дней, дня 3-4, был на Пьюр. Это довольно любопытно. Я, честно тебе скажу, еще не встретился ни с кем из Пьюр, но я общался напрямую уже через WhatsApp, там, Telegram с двумя девушками, которые таких достаточно либеральных взглядов, это не проституция, это не... Вообще, с моей точки зрения, Пьюр очень полезная компания, потому что она ищет, что будет... Ну, как бы, сексуальность со временем изменяется. То, что люди считали сексуальным в 18-м, 19-м, 20-м веке, это разные вещи. И сексуальность, в принципе, меняется. И представление о том, какие роли у людей, кто может первым написать, что можно обсуждать. Вообще, многие вещи мы не обсуждаем, потому что считаем их обсуждать, например, слишком рано. Ну, а почему их слишком рано? Они для тебя важны, почему ты должен выдерживать месяц перед тем, как что-то скажешь, что тебе нравится так или это, и они то. Ну, то есть, изменяется степень открытости, в принципе. И Pure, мне кажется, делать вклад в формирование сексуальности 21 века. Ну, у вас какой-то есть противовес, да, то, что через твои сервисы, через Magnet, например, надо больше стараться, чтобы узнать человека. То сейчас есть Pure, который просто сегодня вечером ты у меня. Да. И то, и то имеет место быть? Да, абсолютно. И я считаю, что это очень хорошо. Почему dating.com не работает в России? Ну, дело в том, что компания изначально строилась под американский рынок. То есть, первый рынок, который был, это американский рынок. Второй рынок, с которым мы работали, вот у нас много приложений в азиатском рынке. Российский рынок очень маленький. Это удивительно, но российский рынок очень маленький в дейтинге, и мировые доходы Tinder с доходами в России очень сильно отличаются. То есть, ну, в общем... От того, что люди не очень богаты или от чего? Это и доход, и доход пользования, и привычка платить в интернете, и общий доход, они ниже. Поэтому, ну, и вообще, ну, то есть... Платить просто за подписку, ты имеешь в виду, или за что платить? Все приложения, они... Их доход складывается не только из подписки. Есть подписка, а есть доход, так называемый, а-ля-карт. А-ля-карт это дополнительные... еще какие-то продвижения. И еще что-то такое, да. То есть, в России процент платящий достаточно низкий. И объемы платежей достаточно низкий. А ты можешь как-то в среднем по вашим сервисам сказать, сколько вы зарабатываете с подписок, а сколько с вот этих внутренних просьб доплатить? Как я и сказал, что приложения действительно отличаются. Например, сейчас вот новое приложение XOXO, оно вообще не монетизируется, но все бесплатно. Так, а вот расскажи тогда коротко про фишку каждого из приложений с названием. Ну вот, что я буду сегодня пробовать, значит. Приложение XOXO это приложение для зумеров от 16-17 до 25-27. Это приложение, в котором нету полов. То есть, ты... Это gender-neutral. Нету полов и нету возраста на самом деле. Тебе определяется mental age. Возраст твой ментальный. Он определяется по квизу психологическому. Тебе говорят, что ты там, типа, душой молот. То есть, это принцип вот такой. Вообще, гендерные различия, они вот в этого поколения немножко стираются, и они становятся небинарными. Не то, что я мужчина, ты женщина, значит, я там, я работаю, ты там на кухне тарелки стираешь. Это уже другое. Для зумеров эта вся история другая. И плюс у тебя есть в приложении, есть тотем. Это существо, которое ты получаешь в результате этого самого психологического квиза. Это существо развивается вместе с тобой, оно питается твоей социальной активностью. Чем больше ты знакомишься, общаешься, и глубже ты общаешься, тем радостнее и веселее становится твое существо. Это аватар. Это не аватар, это твой тотем. Аватар это ты. Все, я понял. А это виртуальное существо. Это твой боди, это твой друг, который... Маскот это еще говорят вот в футбольных командах, какой-нибудь левенок, символ, вот это тотем. У тебя есть твой тотем, и он может тебе помочь начать общаться. Если ты стесняешься кого-то, ты можешь ему сказать, что типа, ну я хочу познакомиться вот с этим человеком. И он начнет активизировать эту перепис... Он может переписываться с тотемом другого человека, и вы просто будете вчетвером. Ну то есть это существо, которое тебе помогает не стесняться, и которое радуется, когда у тебя появляются новые друзья. Это такое приложение. Есть другое приложение, как я сказал, Life Friend, где есть одно существо, это синтетическое существо. Оно растет вместе с тобой, оно узнает тебя больше, и способно тебя выслушать, дать тебе какую-то положительную обратную связь. Ну, в принципе, ты с ним можешь попробовать связать романтические отношения. Если ты смотрел фильм «Her», фильм «Она», то это примерно про ту историю, когда мы пытаемся создать вот это вот универсальное существо, у которого будут свои эмоции, у которого будет свои желания, какой-то свой характер, но он будет с тобой всегда на связи. В «Лайдранере» я хорошо помню, что это была проекция голограммы девушки прямо внутри дома, и она меняла цвет волос, цвет кожи, формы, голос, суперсцена. Когда так будет? Очень скоро, я думаю, пять лет. Мы сделаем это через пять лет. С голограммой? С голограммой или с виртуальной реальностью. Какие еще сервисы? Теперь есть сервис «Магнит», про который я тебе сказал. Это про серьезные взаимоотношения, это про… Если ты хочешь познакомиться с человеком, сначала узнать его личность, а потом ты хочешь узнать его внешность, то это приложение «Магнит», это игра, в которой вам даются разные темы, вы общаетесь на эти темы. По мере того, как вы проходите друг с другом тест на совместимость по этим темам, вы переходите от одной базы к другой, и у вас появляется возможность видеть что-то, что относится к физической реальности. Но это происходит не сразу. Потом у нас есть приложение, связанное с знакомствами глобальными. То есть, вот есть «Date My Age», это знакомство для людей, которым 35+, и это в основном знакомство глобальное, ты можешь познакомиться с любым человеком в мире. Дейтинг сейчас составляет основу твоего дохода? Расскажи, что приносит деньги. Скорее, половину дохода. Существенные очень. То есть, один из первых моих клиентов была компания, которая делала печатные каталоги. Тогда был бум этих каталогов. Присылали в основном в Америке каталоги, где люди продавались там, то есть, и вещи продавались, каталоги там, не знаю, с... Как Квелли? Типа того, да. То есть, это были каталоги, присылаемые конкретно людям на их почтовый ящик, они их выбирали, и дальше... Ну, это как бы протоинтернет. Вот представь, Амазон, только разбитый на сотни каталогов, которые присылали. И тогда такой же каталог был со знакомствами. То есть, сайт знакомства, сайты знакомств существовали вот в таком виде. Были объявления, там было написано. Это легендарные потом были журналы в Москве досуг с девушками, которые клали под лобовое стекло. в Москве, характер 18+, да. Но на самом деле газеты с объявлением существовали и в 18-19 веке. Во многих газетах была рубрика знакомства. И там было там дворянин такой-то с таким-то поместьем ищет себе там необремененную там... Наташу. Да. В общем, это было всегда. В общем, они меня, эта компания попросили нас автоматизировать процесс подготовки этих каталогов. Бог знает, какой год. Не знаю, ну, это было 22-25 лет назад. Они заказали у меня автоматизацию. Я предложил им сделать такой же каталог в онлайне. Они сказали, о, не-не-не, такая история не подойдет, потому что эти фотографии все украдут. В интернете можно украсть, но каталог нельзя как-то украсть, видимо, хотя тоже можно же украсть. Они сказали, что все украдут. Я говорю, знаете, я сделаю это бесплатно вам, но такая будет условие. Я буду зарабатывать 50% от доходов, которые будут получены с этого онлайн-каталога. Они тогда согласились, их бизнес удвоился. Ну и, в общем, с того времени прошло много лет. Бизнес все это время рос, сейчас я довел его до состояния, ну, это фактически третья в мире компания по дейтингу, по social discovery в мире. Это группа компаний, которые есть и dating.com, и once, и делмил, ну, множество, и xoxo, и масса других приложений. То есть, это приложения, ну, как бы, разные, под разные ниши, под разные поколения. А ты веришь, что это вот будет работать, ну, не только на секс? Потому что приложения, которые вот есть у вас в группе, они там такие более интеллектуальные, насколько я понимаю. Все будет работать на секс, включая продажу диванов. Потому что диван, это, как мы знаем, все про секс. В нашем мире, в принципе, все про секс. Можно ли победить Тиндер? Ну, конечно, можно. У Тиндера, по крайней мере, в Америке и уже в Европе слава витрины, супермаркета знакомств. Это не очень всем подходит, потому что не все хотят быть товаром на полке. И вот этот механизм свайпов, он, конечно, очень затягивающий, но он делает человека более похожим на товар. И отношения романтические превращаются в товарные. То, что я рассказал про магнит, например, это способ, попытка сделать связь более осмысленной. Вот эта история, где по кусочкам там ты видишь фотографии. Ты сначала узнаешь человека, и потом постепенно ты открываешь... В целом, есть еще... Улучшаются механизмы мэтчинга. В Тиндере тебе предлагают огромную подборку людей, которые не факт вообще хоть по каким-то принципам тебе подходят. У нас есть приложение Once, которое большое достаточно во Франции, в Италии. Там тебе предлагается в день только пять мэтчей, но эти мэтчи отобраны специальными алгоритмами по параметрам, которые искусственный интеллект считает, что с наибольшей вероятностью предложат тебе адекватного партнера. А есть страновая специфика? Конечно, есть. Ну, мы работаем на азиатском рынке, у нас довольно много клиентов и приложений в Азии. Там вообще свои законы, там есть, с Китаем работать вообще очень сложно, там есть слова, которые в нашем лексиконе являются абсолютно приемлемыми, они, эти слова запрещены, и есть специальные как бы органы, которые отслеживают, чтобы эти слова... Это не цензурная лексика? Нет, это абсолютно, там слова типа медведь, там еще такое, они, оказывается, что они в каком-то смысле могут являться оскорбительным для каких-то членов партии, там и так далее, ну, то есть там очень много своих ограничений. В Индии сейчас происходит революция дейтинга, туда направились все и мы, и наши конкуренты, потому что там дейтинг только открывается, там всегда существовали, ну, какие-то, типа, агентства, что ли, брачных, и люди знакомились именно так. Что для тебя сегодня значит деньги? Ну, это средство достижения каких-то целей, это головная боль, это повод подозревать людей, которые хотят со мной общаться в чем-то нехорошем, но это, это, конечно, возможности какие-то. Вот чем более ты богатый, ты тем более одинокий? Ну, возможно, да. Человек более обеспеченный, наверное, становится более подозрительным, потому что любое знакомство ты, ну, в принципе, люди часто хотят воспользоваться этим и видят в тебе только какую-то возможность, а не личность. Ты любишь роскошный образ жизни, любишь вертолеты, на свой день рождения тебе огромный магнум кристалла доставляли на нагору, ты собирал команду на гамбл-ралли, это, я думаю, многие наши зрители знают, это когда преимущественно взрослые мужчины и много прекрасных девчонок едут. Прекрасных девчонок там было очень мало. Скажем, прямо хороших было чуть-чуть, да. Ну, много людей, и они едут там на Феррари, на Мерседесах, на Порше, просто из Лондона, куда, в Токио вы летали? Да, ну, вот сюда я приехал просто на такси, я в Латвии, ты летаешь с джетами? Я летаю, сюда из Женевы я прилетел эконом-классу, я разлегся на всех трех сиденьях, потому что половина, весь бизнес-класс был занят, была куча людей в бизнес-классе, а эконом был пустой, я лежал, у меня был билет в эконом, и совершенно спокойно пытаюсь быть свободным от люкса и от чего-то я отдыхаю иногда очень просто, в палатке могу отдохнуть, я могу отдыхать в пятисвездочном отеле в супердорогом, а вертолеты, да, действительно, но вертолеты, это, я люблю ими управлять, не то, что перемещаюсь из одного места в другое вертолете, потому что я там супер-вип, я люблю вертолеты, потому что это страсть, потому что я читал в юности Экзупери, и его вот эти путешествия как пилота почтового самолета для меня были таким вдохновением, что он открывал Землю, открывал какие-то континенты, Африку, исследовал на собственном вертолете. А опасно же вертолеты, постоянно этот разбился на вертолете, и предприниматели немало разбиваются на вертолете. Да. И у тебя есть, я уверен, люди там, кого-то потеряли. Ну, у меня сейчас, да, к сожалению, даже вертолет, который у меня есть, сейчас выяснилось, что в новом вертолете есть дефект, двигатель, не поступало масла, поэтому сейчас у меня есть некая напряженность даже с дилером, который мне этот вертолет продал. Сколько? Два миллиона долларов? Ну, приблизительно. Нет, он столько стоит, я сейчас буду менять его на другой вертолет, но я, ну, предполагаю, что дилеры не раскрывают данные о том, почему происходят проблемы, скрывают это и ведут себя некрасиво. В общем, с вертолетами есть проблема, в том числе с нашими дилерами в России. Тебя инстаграм откроешь, как будто ты все время где-то путешествуешь, Тибет, горы там французские, Африка. У меня запомнилась встреча с Делаламой, это было замечательное, да, это было замечательное событие, я участвовал в организации конференции научной и выступал перед Делаламой как представитель российского философского сообщества. Это очень светлый человек, вот представляешь, что ты лидер мировой религии, там есть, не знаю, 500 миллионов человек, которые являются... Есть Иисус? Да, есть Делалама, да. В общем, этот человек очень, он очень просто общается, он очень доброжелательный, он очень смешной, наивный, то есть он ведет себя как ребенок в чем-то, но при этом он очень мудрый человек, он же, его судьба довольно трагична, потому что он был в, родился в Тибете, и когда началась экспансия Китая в Тибет, он в 16 лет стал, собственно, возглавил государство, он тогда еще совмещал и религиозную, и политическую роль, возглавил государство, в 16 лет он, естественно, не мог противостоять огромной китайской армии, и он вынужден был в костюме, ну, в одежде монаха с приближенными людьми бежать в Индию, где он, по сути дела, до сих пор живет, но это человек, который, в принципе, всю жизнь прожил в изгнании, который в стране, которую он любит, персону нон-грата, человек, который очень много сделал для мира, в принципе, человек, который очень прогрессивно смотрит на науку, который обратуется этику, которая независима от религии, для того, чтобы сторонники одной религии не испытывали ненависть, нетолерантность по отношению к сторонникам другой. Он хорошо говорит по-английски, у него было много учителей, американцев, европейцев, поэтому он очень хорошо говорит, он очень осведомлен, много читает, естественно, он... Пользуется гаджетами, нет? Пользуется телефоном, я не знаю про виртуальную реальность. Я знаю, что Путин не пользуется телефоном, а Дэлла и Лама получается пользуется. Путин, может быть, может звонить без телефона просто силой мысли. А Дэлла и Ламе нужен айфон. Дэлла и Ламе пользуются пока айфоном, да. Меня всегда восхищает простота людей, которые находятся где-то очень высоко, когда они могут общаться просто и не... Ну, то есть у меня его личность поразила, удивила, и я хотел бы в чем-то, ну, по возможности следовать тому, что делать. Не парцы. Это кабинет, в котором я очень давно не был. Ну, чего вы за что это кабинет начальника сразу? Я думаю, надо уже перенетать. Сразу тут золотые статуэтки тут. Вот, это демон. Это демон, который помогает отвечать на задачи. Сейчас демоном Моргенштерна называют. Тебе нравится его образ? Я про него не очень хорошо знаю. Мне дочь какую-то песню показывала. У него что-то было классное, какая-то фраза, кто-то я запомнил. Есть проблема Ламбо или Фера. Фера. Мне показалось очень актуально. У тебя есть и Ламбо, и Фера? Не, у меня вообще, я продал машины, у меня в Москве практически нет машин никакой. Ну, был же Мерседес, Купе, Гелик, еще что-то. Гелика нет, Мерседеса Купе нет, и Мерседеса С-класса тоже нет. А что? Стался микроавтобус, которым я сейчас езжу. Ну, такой какой-то роскошный. Очень роскошный. Ну, да, там есть Газель же. Нет, хорошие, да, удобные. А почему, почему так отказался от машин? Я сюда приехал на такси, очень удобно. Ну, нет, у меня есть машина во Франции, например, у меня есть машина в Италии. Какие-то дорогие Феррари? Бентли, да, но она Бентайга, Бентайга, почему? Потому что там в горах очень, ну, нереально на Седане ездить. Там нереально ездить на Седане, и мне к Шале не под, а Седан не дотягивает. Ты вошел в рейтинг глобальных русских. Как тебе относятся там за рубежом? Потому что есть такой стереотип, что Russian toxic, там, или в IT все равно, в IT бизнесе. Нет, в IT бизнесе это, в Сан-Франциско это не так остро. То есть Сан-Франциско, Силиконовая долина, это вообще melting pot. То есть это варящаяся каша из людей со всех стран мира. Там очень люди спокойно относятся к любым национальностям. Даже к русским? Даже к русским. Но и последние годы это отношение все-таки ухудшается. И что в других регионах есть все-таки. Недавно разговаривал с одним товарищем предпринимателем. Сказал, у меня вот офис в Индонезии реально русских считают просто каким-то супертоксиком. Я говорю, в Индонезии? У них-то там как? Но видишь, даже в Индонезии. Ну, в общем, да, нужно работать над нашим имиджем страны очень. И над имиджем наших российских бизнесменов. Мне удивилось, что ты сказал, что в Силиконовой долине нормально относятся. Ну, хорошо. Я сказал, что они лучше. Как бы между Россией и США такое. Да, но Сан-Франциско отличается от США. США и Сан-Франциско это разные вещи. И все равно я говорю, что да, за последние годы стало отношение хуже. Хуже стало? Ну, оно стало подозрительным, да. И с российским бизнесом, вот ты меня спрашиваешь, почему у меня нету большого там дохода в России или вообще дохода в России. Я, к сожалению, вынужден не делать это, потому что если я буду создавать еще российские приложения для российского рынка, то меня будут мои американские и европейские партнеры идентифицировать как российский бизнес больше. А может ли быть такое, что... Повлиять на оценку бизнеса. Да, да, что вот скажут, ага, он еще зарабатывает в России, все с ним понятно, его компания будет стоить дешевле на 15%. Конечно, на 30%. На 30% дешевле будет? Думаю, да. Серьезно, то есть... Либо даже due diligence некоторые не будут делать. То есть, да, есть такая проблема. Не будут делать due diligence, просто посмотрят, что... Наверное, что-то там в России зарабатывать, наверное, это какая-то история. Несмотря на то, что ты там весь прозрачный, в принципе... Явно его закроют, явно его посадят, его, когда посадят, компания не будет невозможно управлять и так далее. То есть, конечно, такие страхи существуют. И я, к сожалению, вынужден с этим работать и поэтому в том числе не открываю российские приложения. А эта работа, она как, на уровне предпринимателей между друг другом? Или это прямо... Нет, эта работа должна быть... С правительством, там, я не знаю, визой у тебя? Это работа системная. Нет, в смысле, как я работаю, я работаю, я стараюсь делать свой бизнес прозрачным максимально для партнеров, показывать, что мы делаем и что мы не связаны ни с политикой никак. Я абсолютно политически нейтрален. Моя задача делать... Я люблю бизнес, я люблю заниматься тем, на что я... В чем я разбираюсь и на что я могу повлиять. Заниматься какими-то посторонними вещами я не хочу. Сколько у тебя гражданств? У меня гражданств три, да, кажется. Три. Это никаких проблем не вызывает? Нет, у меня на самом деле есть четыре, потому что у меня есть еще фантастическое гражданство со стороны Фриланд. Это государство, которое существует виртуально на блокчейне как раз это одна такая попытка сделать виртуальное государство. На самом деле, да, у меня европейское гражданство, есть карибское гражданство, но я мыслю себя гражданином мира и в принципе... Американского нет? Нет, американского я... Мальтийская? Мальтийская и... Я китянец еще. Кто? Китянец. А, Сен-Китс. Да, да. Ну, первый паспорт, потому что мне было очень неудобно. Я постоянно ездил, мне не хватало места для виз, и у меня одновременно мне нужно было получать визы в разных местах, я уже просто не знал, как это... Как с этим делать? У тебя везде безвизовый въезд. И теперь у меня в ВИИ, я приезжаю в Англию, мне говорят, welcome home, sir. Я не понимаю, что случилось? Такой крупный черный мужик мне говорит, welcome home, sir. Я говорю, что случилось, почему? Оказывается, Сен-Китс, это же часть британской империи, и этот парень, он как бы проявляет ко мне гостеприимство вообще без... То есть, в UK это welcome home, sir, а в Америку это безвизовый, я за сутки могу сделать электроник виза, и все. А Россия тебе вот зачем тогда? Ну, это тоже мой дом, здесь у меня много друзей, много... Ну, у меня дочка в Петербурге живет, поэтому она не со мной сейчас живет с мамой, но... В общем, это тоже место, где родители мои здесь, хотя, может быть, я перевезу скоро родителей. В чем уникальны Штатов для бизнеса? В том, что есть правила игры, и в принципе более-менее все по ним играют. Нет людей, которые имеют чут-код. Люди, у которых есть амбиции, желания, не хотят быть в условиях, когда кто-то может играть не по правилам. Ну, знаешь, ты хороший игрок в шахматы, да, а есть люди, которые в шахматы играют молотком. Ну, вот в России возможна ситуация, когда ты играешь по правилам, ты гроссмейстер, а человек подошел к кувалду и разбил твоего ферзя, просто потому, что он может. Ну, как бы, и тут сразу непонятно, а стоит ли учиться на гроссмейстере. Ты поэтому так я считаю себя сторонником русской культуры, я носитель русской культуры, я играю Рахманинова, считаю, что это величайшая русская музыка, хотя она написана полна половина в Америке. Ну, я люблю русский балет, я люблю русскую литературу. Ну, в общем, это для меня что-то очень важное. Я люблю природу, но природу я люблю Карелию, я люблю северную Карелию русскую и Карелию северную, вот уже та, которая к Финляндии относится. Я люблю Камчатку, но я также очень люблю Кренландию. Не форцы. Наши съемки затянулись, не все вопросы мы успели задать, условились договорить в машине вечером по дороге на Сапсан, забирали Дмитрия с благотворительного концерта в Добром доме. Это социальная гостиница для онкобольных детей, которые приезжают с родителями лечиться в столицу. На удивление, гостиница не государственная. Москва лишь дала помещение, а всем остальным занимается инициативная Юлия Рамейко, основательница проекта. Дмитрий играл концерт для проживающих в гостинице детей, как оказалось, помогает финансово. Дмитрий, что вы сегодня делали в Добром доме? Я сегодня играл Бетховена на электронном пианино. И, ну, в общем, да, это праздник. Сегодня день онкобольного. По этому поводу был организован в Добром доме концерт. Ну, меня пригласили тоже сыграть. Я сыграл. Вы попечитель этого Доброго дома? Что это за инициатива? Я стал попечителем. Я сравнительно недавно узнал о его существовании, о том, что это не государственная организация, существующая просто на деньги и благодаря таланту некоторых людей. Это место, где люди, которые болеют, в основном дети, которые болеют онкологическими заболеваниями, могут жить бесплатно и фактически все время, пока они проходят лечение в Москве. Дело в том, что клиники во многих городах отсутствуют, терапии не может оказываться, поэтому больные со всей России приезжают в Москву лечиться. Вольницы есть и им оказывается какая-то помощь, но эти семьи, дети и, соответственно, с ними вместе родители должны как-то сами где-то искать возможность проживать, у них нет возможности арендовать гостиницы, и поэтому вот появилась такая инициатива сделать дом, где что-то вроде общежития или небольшой гостиницы, она очень домашняя, очень уютная, люди с больными детьми проживают, у них большая гостиная, у них общая кухня, они друг другу помогают, они живут там как большая, как какая-то большая, такая коммуна людей, объединенных одним врагом, настоящим врагом в данном случае, раком, я узнал об этом в декабре, об этом проекте, и в декабре показал небольшую помощь, подарил мебель и оборудование некоторое этому дому, а сейчас мы договорились, что я буду попечителям и помогать по мере возможности. Много ли у вас это занимает средств? Нет, это небольшие суммы, даже небольшие суммы могут быть достаточно полезны. Здание у них есть, здание государства в последнее время выделило государство, но это здание представляет собой техникум, в котором все помещения либо неотапливаемые, либо не предназначены для проживания, это просто ПТУ, и Юля собирает средства на то, чтобы ремонтировать эти помещения, превращать их в жилые, и ей это удается. Есть большой такой, больший размер проект, это у нее соседнее здание, которое тоже соединено с основным корпусом, коридором, переходом таким, стеклянным. Это здание она хотела бы превратить в клинику, где те процедуры, которые можно было бы проводить, ну, как полуамбулаторно, так, могли бы проводиться, то есть, ну, приблизить, потому что все-таки людям нужно ездить. Естественно, для каких-то сложных процедур нужно ездить в больницу, а какие-то простые, где могли бы помогать медсестры, можно было бы сделать вот в этом соседнем здании. Не парцы. Какой бы вы могли дать совет российскому правительству, чтобы ваша ниша, ваша сфера буквально расцвела? И впоследствии доходы россиян начали расти. Это же от бизнеса тоже зависит. Обеспечить автономность бизнеса, дать ему возможность развиваться, собственно, не нужно никаких дотаций, никаких льгот. Не нужно просто его трогать. Нужно оставить бизнес за то, чтобы бизнес знал, что он, как бы, что ему не угрожает какие-то неожиданности. Все действуют в рамках правового поля, ни у кого нет козырей каких-то неожиданных. Все работают в одном, в одних условиях. Ну и, конечно, есть, как бы, наверное, политическая какая-то политическая ситуация. Конечно, если Россия больше интегрирована в мировое сообщество, то бизнесу легче развиваться. Не парцы. Это и есть офис, а почему нет сотрудников, Дмитрий? Они все виртуальные. Все виртуальные? Да. Нажимаешь на кнопку, они появляются, как голограммы. На самом деле, это новый вот ваш формат офиса? Я был у вас несколько лет назад. Совсем все было. Было много людей, да, было больше места. Почему так сейчас? Потому что большинство людей, почти все люди работают на удаленке. Но тем более, сейчас самая большая волна, и, да, люди работают дома. Но они могут прийти сюда. Вот мы только недавно закончили переоборудование офиса из такого open space в каворкинг. То есть, еще работы, наверное, неделю назад велись, поэтому здесь все еще так свежо. Меня цифры немножко поразили. 140 миллионов пользователей в 100 странах. Операционное управление ты в этом принимаешь? Потому что, ну, так много проектов. Чем ты именно занимаешься? Я занимаюсь определением, какие ресурсы отправляются в какие продукты, назначением руководителя этих продуктов, продвижением талантливых людей, определением ключевых моментов инфраструктуры, то есть, какие аналитические системы мы используем, какие технологические стэки мы используем. занимаюсь взаимодействием с ключевыми партнерами, такими как Google, Facebook, Apple и так далее. А как ты руководишь у тебя там еженедельно со всеми встречами? У меня с утра до вечера встречи, Zoom, сейчас редко бывают офлайн-встречи, но они также бывают. Я раньше много ездил там и в офис Google приезжал в Ирландию и в Америке очень много. У нас офис есть, например, в Сан-Франциско. 11 офисов у вас? Да. Или уже больше? Да, 11 офисов. Я уже не знаю, потому что некоторые офисы настолько удаленные, в том смысле, что люди работают уже не из офисов. Ну, вот у нас есть компания Once, она в основном во Франции находится. Есть компания DealMill, она в основном в Сан-Франциско находится. Но эти сотрудники не всегда приходят в офисы, они иногда уезжают куда-то, я же не знаю, как их определить. Они работают, например, из Туниса. Как сказать, это какой офис? То есть компания сейчас полностью перешла на удаленку. Когда наступила пандемия, я решил, что зло это или добро, если мы вынуждены работать на удаленке, мы должны стать истинно удаленной компанией. В смысле, компанией, которая лучше в работе по удаленке. И мы открыли проект так называемый Digital Nomad. Проект, который поддерживает цифровых кочевников. Это часть нашей корпоративной культуры. Мы создаем условия для того, чтобы люди могли быть цифровыми кочевниками. Собственно, я сам таким, наверное, и являюсь. Я прошлый год всю зиму провел в Южной Африке. Мне просто нравится это место. Сколько людей работает в компании сегодня? Порядка 700. Они все сосредоточены в разных уголках земли? Большая часть людей в Америке, в Европе. Есть офис в Гонконге, есть офис в Китае, в Mainland China. Есть небольшой офис в Белоруссии, нормальный офис в Москве. Да, в принципе, компания уже то, что называется location agnostic. Мы и нанимаем людей без относительно какого-то места конкретного. Мы нанимаем людей, тех, которые нам подходят по профилю компании, те, которые хорошо говорят по-английски, и те, которые могут работать удаленно. То есть сейчас в принципе вы нанимаете, можете нанять человека в Москве, потом его куда-то перевезти. Мы нанимаем людей в Индии, и в Москве, и в Сан-Франциско. Не парцы. Дейтинг это часть вашей прибыли, а что остальная часть? Инвестиционный бизнес. Это дивиденды получаются? Нет, инвестиционный бизнес в основном строится на росте стоимости компаний, в которые мы инвестируем. Ты уже не знаю, экзиты какие-то делал? Конечно. Ну да. Это проценты в год какие-то, или от года до года это совершенно разные дела? Это разные вещи. Сейчас экзитов достаточно много. То есть я инвестирую и напрямую в компании, инвестирую через фонды. Самый большой экзит, который был это сколько? Ну, самый большой экзит это был у нас инвестиции через фонд, который там 1000x сделал. 1000x? After One? Это что-то с автомобилями? Да. Какой-то сервис? Что это? Да. Ну, это продажа автомобилей через продажа автомобилей через аукцион. Это немецкий сервис? Да. Это с Оскаром Хартманом вы вместе участвовали? Ну, это наш фонд Ден Кепитал инвестировал в эту компанию. Сколько тебе принесло денег? Ну, много. Можешь выделить три вот самых лучших инвестиций, которые у тебя были? Три самых лучших инвестиций, которые были. Очень хорошая инвестиция была наша в Патреон. Патреон это сервис для поддержки творческих людей? Да. Да, и он скоро выйдет на АПО. Это очень известный сервис. Была очень важная для меня сделка с Академией. Академия это крупный сервис по, самый крупный в мире по агрегации научного контента. То есть, там научные статьи опубликовываются. Которые просто так не загуглить, да? Которые они раньше распространялись через... Вообще все научные журналы распространяются тремя-четырьмя крупными издательскими домами мировыми. И эти издательские дома, они как старый шкаф, все у себя держат, ничего никому не показывают, ничего нельзя достать. В общем, это очень неудобно для работы научного сообщества. Очень непрогрессивно. И очень дорого. Они не представляли доступ к своим библиотекам, университетам только за какие-то бешеные деньги, там, 100 тысяч долларов в год платили университеты за то, чтобы получать доступ к научным журналам. А для науки очень важна ведь эта коллаборация. То есть, если ты не знаешь, что делает твой коллега там во Франции, в Америке, в Англии, в Китае, то это очень большая проблема. Иначе прогресс не синхронизируется. Инвестиция в академию для меня была очень важным этапом. Ну, просто, мне кажется, это social impact, большой проект. Я заметил, что вот, когда я листал ваши инвестиции, что они все такие образовательные, полезные. Есть инвестиции важные для меня тоже в Harbor Space University. Это университет испанский. Точнее так, это университет, находящийся в Барселоне. Физический университет. Физический университет. Это общее образовательное, высшее образование. А там довольно много работает российских математиков. То есть мы создали университет, в котором обучают в основном IT-специальностям. То есть это не как МГУ, в котором есть 100 факультетов с разными совершенно направлениями от физики до биологии, до философии, филологии и так далее. Это университет, который направлен на подготовку IT-специалистов. Там в качестве профессуры большая часть людей это люди, которые одновременно работают в крупных корпорациях и технологических компаниях или стартапах. То есть это люди, которые обладают конкретной экспертизой и не вчерашней, а сегодняшней. И студентов там много, они разные, европейцы, но есть российские в том числе. И есть, ну а преподаватели именно по курсу там математики, физики и программированию. Много-много российских преподавателей. Туда приезжают, на какое-то время читают там курс, например, там 4 месяца отчитывают ее, они уезжают обратно. Вот в сторону чуть-чуть отличемся. Для тебя важно образование, университетское, диплом, при приеме на работу, например, человек? При приеме на работу абсолютно не важно. Но я считаю, что образование это как гигиена, как чистка зубов. Человек, который работает сегодня, он должен раз в 2-3 года учиться по направлению своей деятельности. Потому что каждая деятельность сейчас настолько, ну, точно в моей отрасли все специальности, все навыки устаревают приблизительно за 2-3 года. В том числе мои. И если человек не занимается изменением самообучением и там не проходит какие-то курсы, не читает литературу по своей деятельности, то он через 2-3 года становится просто этим птеродактилем. Ну, то есть в твоем понимании это какая-то систематизированная учеба, типа вот хотя бы курсов, да? В моем представлении обучения. Или не каждый день узнавать что-то новое. Парадигмы о том, что ты, парадигмы о том, что обучением ты должен заниматься с 19 лет до 23, а после 23 ты работаешь, это парадигма, мне кажется, плохая. Мне кажется, что ты можешь поучиться с 18 до 19, после этого поработать с 19 до 23, после этого пройти 20 курсов ну, и параллельно работать или сделать какой-то перерыв. И так, то есть, по мне, учеба должна сопровождать работу. И постоянно это как бы твоя задача учиться постоянно в процессе работы. Это заключается в том, что ты читаешь профессиональные книги, ты знаешь, кто эксперты в твоей области, ты ходишь на курсы конференции, ты периодически берешь какие-то там мастер-классы и так далее. Ну, иногда ты, если ты там бизнесмен, тебе может потребоваться MBA, может и не потребоваться, потому что иногда это абсолютно вредная задача MBA. Ты получал MBA? Я получал экзекутив MBA, это полтора года в Сколково. Сколково критикуют так часто. Вот недавно Пиксельберг высказался, что надо запретить кошмарные бизнес-курсы, хотя он ангажированный в Сколково. А в Сколково выручку меньше, чем, например, инфо-цыган в разы. Конечно, но я не знаю, я могу сказать, что я доволен тем, что я учился в Сколково. То есть у меня не было бизнес-образования, и мне казалось раньше, что все бизнес-проблемы, с которыми я сталкиваюсь, они уникальные и смертельные. Основная, наверное, урок, который я понял, это то, что все проблемы, которые у меня есть, это проблемы закономерные. Они не случайные. Вот когда там, не знаю, кассир все деньги из кассы забрал и уехал домой, и больше не отвечает на звонки, это тоже нормальная проблема. Это стандартная ситуация, и с этой стандартной ситуацией нужно работать. Это просто как бы часть, ты плохо занимаешься секьюрити, недостаточно контроля, недостаточно что-то. В этом отношении Сколково было для меня таким открытием. Моя компания решил, и понял я, что не уникальна. Она абсолютно сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкиваются другие компании. Плюс Сколково я получил возможность познакомиться с людьми, которые стали моими друзьями. Многие из них стали друзьями, и это большая ценность, особенно в возрасте там 30-35-40 лет. Ну, количество друзей редко когда увеличивается, поэтому количество поверхностных контактов увеличивается, а глубоких меньше. Поэтому школа, бизнес-школа, это возможность установить такие контакты в той среде, в которой ты хочешь находиться. Но ты инвестируешь в real estate, в недвижимость. Я инвестировал, то есть у меня сейчас фокус все равно и был, и есть в вечерный капитал. Мы вот последний фонд, с которым мы стали работать, это New Enterprise Associates. Это один из крупнейших, вообще старейших в Америке фондов. Туда попасть, это там очередь стоит на 20 лет. А почему? Потому что они, такие фонды дают регулярный, очень высокий, выше среднего доход, выше индексов доход на протяжении длительного количества времени. Они получают доступ к лучшим компаниям в Силиконовой долине благодаря своему имиджу, благодаря своим связям, благодаря своему объему капитала, привлекаемого. Поэтому туда очередь стоит из государственных фондов, пенсионных фондов, университетских эндалментов и так далее. Они заинтересованы в том, чтобы привлекать как раз предпринимателей в качестве инвесторов. И вот мы прождали 3-4 года, переговоры вели с ними, наконец мы стали частью этого. Но у нас вот в моем портфеле очень много ведущих. В 500 стартапов ты тоже инвестируешь? Да. 500 стартапов это seed investments, это на ранней стадии. Они инвестируют в... Ну, это не является... То есть топ рейтинг возглавляют такие фонды, как Sequoia, Index Ventures, Axel, вот это вот New Enterprise Associates, Cosla Ventures. И вот в нескольких из этих фондов я являюсь инвестированием. А перечислили вот все фонды, где ты инвестируешь? Ну, есть все. Или ты тоже не исполнишься? Ну, я тебе сказал, Cosla Ventures, E-Ventures, 500 Startups, потом DN Capital, потом, ну, есть ITEC фонд российский, есть Grecian Robotics фонд Дмитрия Гришина. Ну, в общем, есть Gagarin Capital. А туда почему инвестируешь? Это же российский фонд и Gagarin Capital тоже. Нет, это не российские фонды совсем. С российскими основателями. Ну, потому что мы дружим, общаемся, и мне кажется, эти люди серьезно пытаются сделать инвестиционный бизнес хорошо. Target Global есть фонд, тоже европейский, он уже стал одним из крупнейших в Европе, это тоже наши российские основатели. В том числе, вместе с израильскими. нужно ли быть профессиональным инвестором, чтобы инвестировать в такие фонды, или надо просто обладать какой-то большой суммой денег, и они из-за тебя придумают все? Как бы это деньги в управлении у тебя? Ты, чтобы инвестировать в венчурные фонды, нужно пройти достаточно, ну, во-первых, нужен достаточно большой чек, во-вторых, нужно пройти KYC, то есть не все деньги будут брать, на самом деле инвестиция в венчурный фонд, это не отдал деньги и все, это партнерство. Партнерство заключается в том, что ты берешь на себя обязательство длительного финансирования этого фонда, и они берут обязательство отчитываться и показывать, и советоваться с тобой по поводу инвестиций. То есть, это не какая-то разовая сделка, это работа как партнера в фонде, это это То есть, от тебя там требуются твои навыки? Ну, требуется много прозрачность в том числе и Откуда у тебя эти деньги? Да, и экспертизы. Иногда фонды к нам обращаются за экспертизой какой-то, они спрашивают, вот мы инвестируем в компанию, которая находится в вашей в вашей индустрии, social discovery, например. Что вы думаете по поводу этой компании? Мы периодически даем им консультации. Я абсолютно честен, потому что здесь мне выгодно, чтобы они инвестировали в хорошие компании и не инвестировали в плохие. Они же и мои деньги тоже проинвестируют. Какой чек нужен, чтобы вот в такие фонды попасть? Вообще, в самые маленькие фонды можно попасть, вложив 300 тысяч долларов. В самые большие фонды чек начинается от 25 миллионов. То есть, Sequoia и подобные, это 25 миллионов. 50, 100, 150 миллионов долларов, да. Хотел поговорить про Андрея Андреева. Андрей Андреев, 73 место в российском списке Forbes. Состояние 1,9 миллиардов долларов. Сооснователь Badoo и Bumble. 8 ноября 2019 года инвестиционная компания Blackstone купила пакет Андрея Андреева в Magic Lab, объединяющий сервисы знакомств Badoo, Bumble, Chappie и Lumen. За свою долю Андреев получил 2 миллиарда 250 миллионов долларов, исходя из оценки всей компании в 3 миллиарда долларов. По сути, Волков и Андреев самые крупные основатели дейтинговых сервисов с российскими корнями. Вы знакомы с ним лично? Я с ним пару раз встречался. Какие у вас отношения? У нас нет никаких особенных отношений. Я считаю, что он молодец. Он сделал очень хороший, успешный бизнес. Bumble, ну, это стечение и обстоятельств, и безусловно, результат там хорошей команды, работы. А в чем секрет? Это вот менеджеры, которые там работали, или его чуйка, как вы думаете, Дмитрий? Ну, я думаю, что это прекрасный маркетинговый ход, потому что фактически Bumble, это копия Тиндера с одним лишь маркетинговым отличием пишут женщины первыми. В Америке это небольшое отличие сыграло просто фантастическую роль, потому что тема фаминизма, женской инициативы, тема болезненная, важная для общества, и поэтому на этом можно, ну, как бы, на вот такой маленьком незначительном отличии можно было сыграть. Но, насколько я понимаю, в Bumble пришла Уитни Уолф, это женщина, которая была сооснователем Тиндера, она знала все секреты и тайны красоты, успеха Тиндера, она принесла их благополучно в компанию, и благодаря сильной, очень грамотной компании Андрея, они смогли быстро построить рядом продукт, пока Тиндер еще не занял абсолютно всю территорию, они все ноу-хау перенесли, и добавив небольшой такое, как вишенку на торту отличие, построили очень хороший большой бизнес. Была бизнесовая зависть у тебя. мне кажется, ну, я, конечно, представляю, что он молодец, он молодец, да, это хороший, хороший шаг, очень грамотный, и, конечно, если бы не было в Андрея Андреева, выть не будут, ничего бы не сделал, мы видим сейчас, что Бамбул не так прекрасно себя чувствует, как он чувствовал себя раньше, до того, как это была часть, ну, как бы, Баду? Баду, да. А Баду? Нет, тогда при покупке, при покупке Бамбла, правый equity фонд, по-моему, Blackstone, это был, покончил с большинством других начинаний, которые также были в Баду, они сфокусировались на Бамбле, закрыв проект Lumen, закрыв проекты, связанные с гей-дейтингом, но с моей точки зрения, вполне живые, интересные, и если бы там был Андрей, наверное, они могли бы дальше существовать и вырасти в что-то тоже значимое, но они сделали ставку на один бренд, на Бамбла, Баду оставляет, насколько понимаю, только по стольку это приносит, еще как кэшкау, приносит деньги. Ты не планируешь рассматривать там такую же продажу своего бизнеса, как Андрей? Сейчас ведутся определенные переговоры, поэтому есть такая возможность. Какая интрига, а что делать потом? Нет, просто есть вероятность эту компанию сделать публичной и получить какие-то значимые оценки, сейчас рынки все еще очень хорошие, но я не знаю, ведь публичная компания это довольно серьезный вызов, это смена управления, эта компания становится, скорее всего, более медленной, и нужно нанимать большое количество бухгалтеров и юристов, которые занимаются чисто приведением отчетности к тому формату, который требуется для СЭКа и для других контролирующих органов. Это Нью-Йоркская биржа будет? Ну, Насдак, например, да. Но меньше свободы? Конечно. Поэтому нужно взвести, я пока не могу сказать, что это однозначное решение, но мы получили несколько таких хороших предложений. Не парцы. Уанс вы купили за 18 миллионов долларов? Да, примерно так. Что это оправдало эти инвестиции уже? Это должно показать ближайшие 2-3 года, потому что компания, мы провели там существенную реструктуризацию сейчас, и вот сделки по M&A, они всегда это риск, потому что ты не знаешь, как совпадет культура, как компании смогут взаимодействовать между собой. И у нас обычно, когда мы покупаем компанию, есть еще earn-out период, то есть какой-то период старый менеджмент остается на местах, и он продолжает управлять компанией, хотя она уже в принципе под нашим управлением. И вот этот период сейчас еще продолжается с ВАНС, то есть там старый менеджмент работает, мы провели какую-то реструктуризацию сейчас, но уже внизу, но будет понятно, когда часть этого менеджмента уйдет, будет понятно, получилось ли нам интегрировать компанию успешно или нет. А бывает такое, что старый менеджмент вообще продолжает управлять? Да, бывает, зависит от, ну, вот мы купили компанию в Австралии, этот Кьюпид Мидиа, больше уже 55 миллионов долларов приблизительно, и там, возможно, останется старый, старый, он не старый, молодой, но их менеджмент, потому что нам очень сложно, ну, Австралия далеко, и возможность соединить часовые пояса, у нас одни встречи в Сан-Франциско проходят с сотрудниками, вот дел мило скажем, а другие с австралийцами, с Кьюпид Мидиа, это совместить эти часовые поясы очень-очень сложно. И вот в Австралии я планирую оставить, скорее всего, менеджмент, который был. Ты рассказывал об инвестициях в недвижимость, продолжаешь ли ее сейчас с пандемией? В пандемию рынок недвижимости где-то сильно упал, где-то вырос наоборот? В Америке он не упал, мы, ну, один из таких интересных интересных идей, одной из идей была покупка моллов в Америке, которые находятся на, ну, не то, что на грани банкротства, но из которых выезжает так называемый anchor tenant, это ключевой арендатор. И такие моллы сразу же попадают под контроль банков, они контролируют кэшлоу, который приходит от аренды. Ну, в общем, мы покупали за 10 миллионов, 15 миллионов моллов, которые на самом деле до этого стоили 150-200 миллионов, то есть это были фантастические сделки. реально круто. Это было очень здорово, да, а сейчас рынок сжался, я бы сказал, что, ну, как-то и стабилизировался в чем-то, и сделок таких мы видим меньше, поэтому эта деятельность была скорее такая временная, но очень любопытная. А что с этими моллами сейчас? Они стали... Мы некоторые моллы развили, то есть мы либо заселили туда опять нового якорного арендатора. Моллы сейчас не только место, где люди покупают, но где они социализируются. Это сообразная платформа для social discovery такая. Мы организовывали там всякие кинотеатры, места для развлечения детей и так далее, и это позволило оживить поток посетителей обратно вот в эти моллы. А некоторые моллы мы продали просто по частям. Оказалось, что если целое поделить на части, то каждая из частей будет стоить примерно столько же, сколько целое. Не парцы. Про тебя я от нескольких людей слышал, что Дмитрий чуть ли не один из первых, кто в России купил биткоин. Я был одним из первых, кто инвестировал в майнинг коммерческий. У нас была большая инвестиция в компанию Bitfury. Сейчас лидер по майнингу в мире. Какой это год был? Или 12-13, может быть. В общем, это было очень давно. Я инвестировал сначала в компанию, производящую платы. То есть Bitfury занималась в основном производством чипов для майнинга коммерческого. И параллельно я купил биткоины просто потому, что мне казалось это любопытным. Я не делал это как инвестицию. Поэтому я поддерживаю в принципе криптовалюту. Я считаю, что это важное средство платежа и что если мы от этого будем отказываться, ну как бы можно от всего отказаться, от свифта, можно отказаться от банковской системы, можно на ракушке перейти. Ты заработал на вот этом росте цены биткоина? Я считаю, что я зарабатываю тогда, когда я умышленно что-то делаю и умышленно мне приносит результат. Вот сколько-то я заработал, наверное, но это не... Десятикратный рост? Нет, это был многократный рост, это был очень многократный рост, но я бы сказал, случайные деньги, они как приходят, так и уходят. А, ну хорошо, многие же как раз и мечтают о случайных деньгах. Я не мечтаю о случайных деньгах, я мечтаю учиться, я мечтаю понимать, какие действия мои приводят к регулярному результату. Ну вот для создания там фонда основной капитал это то, что ты заработал на биткоинах? Нет, конечно нет. Основной капитал, я продавал компанию, я продал IT Online, потом я продавал Disability Lab, потом я продавал Pay Online, потом я получал прибыль от своих компаний всегда. То есть у меня, я не развивал бизнес, как делает венчурный бизнес. Ну то есть венчурный бизнес, это когда ты вкладываешь много-много денег в компанию, которая ничего не зарабатывает и ничего не... и постоянно теряет деньги. У нее высокие burn rate и все такое. Я всегда строил компании, которые зарабатывают деньги. Ну мне нужно было оплачивать сотрудников, я не хотел... Ну как бы я еще выходец, наверное, из Советского Союза, когда я считал, что взять деньги в долг и какие-то инвестиции это просто плохо. То есть ты не привлекал кредиты никакие? Я не привлекал кредиты. Первый капитал это 3000 долларов, которые тебе дали когда-то вот там... Первый капитал... У меня каждый раз баланс сводился. Я считаю, что бизнес, когда ты за каждый месяц что-то зарабатываешь. А для SD Ventures основы это продажа IT Online за 8,5 миллионов долларов. Нет, там это PayP Online был продан за 8,5 миллионов долларов. А дальше там были другие сделки, которые я тоже зарабатывал. Ты их называл, нет цифры? Я их не называл, я не хочу. Это давнишнее время. Но это больше, чем 8,5 миллионов долларов. Это больше, чем 8,5 миллионов долларов. А вот на случайном росте биткоина, как ты говоришь, это какой-то пайликс? Просто у тебя всегда это тот самый вот чувак, который знал, что биток вырастет. Нет. Ну, я не знаю, 10-15 миллионов долларов я заработал на этом. Но это никак не влияет на мое благосостояние. Ты согласен с Павлом Дуровым? Вот у него последнее было заявление, что прогрессивные государства не запрещают... Я не читал его заявление, но я согласен с тем, что блокчейн, технологии, технологии, которые нужно развивать. Если мы будем гасить биткоин, то мы, скорее всего, будем гасить еще и блокчейн. Блокчейн – это очень перспективная технология. Ну, вот о том, что сейчас появляются там криптовалюты, которые фиксированы, да, которые... Да, привязаны к конкретному курсу. Для того, чтобы был какой-то прогресс, нужно сначала ослабить. То есть, нельзя обеспечить технологический прогресс и вообще инновации в условиях, когда есть зарегулированность и страх. Страх людей, от страха люди не имеют и перестают творчески мыслить. Можно потом области какие-то регулировать, но сначала их нужно достаточно развить. Мы можем блокировать все, что угодно, но мы подрываем потенциал людей, которые могут сделать много хорошего. И хорошего, на самом деле, люди делают больше, чем плохого. Вот, в принципе, если мы возьмем всю массу людей, большая часть людей хочет делать, чтобы хорошее. Да, существуют черные рынки, где можно за биткоин что-то покупить, продать там. Не, ну это известный факт, что крипта развивалась благодаря черному рынку. Да, ну и что? Очень много технологий развивались благодаря порнографии. Ну и что? А этот пенициллин возник в результате войны. Ну, я не знаю. Ну, хорошо, да. Давайте не будем пользоваться антибиотиками, потому что они тоже плохо уже развивались. Ты сейчас инвестируешь в криптовалюты? Я не инвестирую в криптовалюту, но я инвестирую в блокчейн-технологии. Я являюсь одним из крупных инвесторов в так называемый блокчейн-фонд. В общем, один из крупнейших фондов в Силиконовой долине, который занимается инвестицией, в свою очередь, только в блокчейн-компании. А как ты это видишь? Потому что основное противоречие в том, что вот эти все технологии, блокчейн и криптовалюта, они как бы подрывают ценность, роль государства. Я в целом, наверное, я говорил, что мои политические взгляды очень некомпетентны, и я и политикой не занимаюсь. Но я, в принципе, за то, чтобы бизнесу давали больше возможностей. То есть это, наверное, называется либеральной политикой. И я явно не анархист, но я явно либерал. Мне кажется, что бизнесы должны давать больше свободы. Все придет к условно крипто-доллару, крипто-евро. Нет, это приведет к огромному количеству других вещей. Деятельность юристов может быть в огромной степени автоматизирована. Деятельность врачей, назначение врачей могут автоматически исполняться аптеками. Блокчейн-технологии, включая технологии смарт-контрактов и так далее, это не только про крипту. Прозрачность, транспарентность. Это про распределенные базы данных. Коррупции же не будет тогда. В том-то и дело, что коррупция... А кому это надо? Это один из инструментов, который снизит коррупцию. Ну, конечно. Будет больше прозрачности, да. Это риски же большие, нет? Для кого-то, видимо, да. Для кого-то, видимо, да. Поэтому они хотят бороться с... То есть, если мы пытаемся воевать с криптовалютой, в том числе с биткоином, мы, в принципе, подрываем и другие вещи, которые с ней связаны. А это технологии блокчейна. Увидел сегодня новость, что Цукерберг строит фундамент для метавселенной и, видимо, окупится с хлихвой. В 2021 году было продано виртуальной недвижимости на 500 миллионов долларов. Основные траты в четырех разных мирах. Decentraland. Sandbox, Decentraland, Cryptovox, и Сомнин. Что происходит? Что это такое? Ну... Виртуальной недвижимости на 500 миллионов долларов. Ну, появилось довольно много виртуальных миров, в которых продается пространство. Это такое... Ну... Смешение идей обычно с NFT или блокчейн-технологией с виртуальными мирами. Ну, что это такое? Ну, представьте, что вот есть Яндекс, главная страница, и на главной странице продаются места. Причем, вроде как, пожизненные. Ну, вроде как, неплохая сделка, да? Если хочешь купить место себе... Потратил ли ты что-нибудь на виртуальную недвижимость? Нет, но я смотрю на них, да. Правда? Да. Вот, что движет тобой, желая это купить? Мне интересно понять психологию. Ну, хорошо, NFT это искусство, окей. NFT это не искусство, NFT это способ сделать что-то уникальным. Невзаимозаменяемый токен, можно понять. Но здесь же вообще виртуальная недвижимость. Виртуальная недвижимость, виртуальный мир построен тоже, в нем есть пространство и навигация. В нем есть места какие-то, которые более людные, перспективные, скорее всего, будут, и менее людные. Людей в каких-то местах города у нас больше. Ну, например, людей в центре, очевидно, больше, чем на периферии. Какие-то места выглядят лучше, чем другие. У них есть какие-то инфраструктурные особенности. При условии того, что люди, которые делают виртуальные миры, будут играть в честную игру, а мы предполагаем, что они будут последовательно, им самим неинтересно подрывать свой собственный мир, то правила будут установлены, и они будут сохранены. Поэтому если есть центральная улица, то она будет центральной как в Москве, так и в любом виртуальном мире. Ну, то есть, везде есть места, которые лучше, чем другие места. Ну, и какие это места сейчас? Ну, в каждом конкретном виртуальном мире есть пространство, которое стоит дороже или дешевле. Ну, это же искусственно все придумано. Ну, а Москва разве не искусственно придумана? И что такое Москва? Не, ну, сначала она была вот в самом центре, начала разрастаться. Правильно. Так там то же самое происходит. Ты покупаешь тоже место в центре, куда приходит большая часть людей. Ну, вот, когда ты попадаешь во виртуальный мир, ты попадаешь тоже в какое-то место изначально. То есть, не можешь быть просто куда-то... Ну, да. Там есть какое-то центральное место. Дальше есть с помощью своего аватара куда ты можешь пойти. Самые ближайшие места к месту телепортации наверняка самые... Козырные. Козырные. Ну, это неплохо иметь место. Если у тебя будет крутое место, ты можешь там построить крутую виртуальную виллу, и туда будут заходить люди. Это как бы рекламное пространство. Это как место, где будут тусовки, вечеринки, ну, и так далее. Здесь, как я понимаю, входная группа в ваш кабинет. Это знаменитые штаны из Бернинг Мэна. Да, да, да. Что для тебя этот фестиваль значит? С него так много людей хочет попасть? Ну, это для меня это прежде всего выставка современного искусства. То есть, это не секс, наркотики, рок-н-ролл? Ну, секс там очень сложно, потому что он... Там очень... Из гиены есть проблемы, там помыться особенно негде, поэтому секс, ну, как бы, может, там есть, но... А наркотики... Ну, там настолько прикольная вся атмосфера, что чем-то ее еще... Ну, там совершенно уникальные инсталляции. Там делают объекты, волонтеры, художники, они совершенно фантастические. Например, два года назад был потрясающий океан, просто человек натянул пленку, как фольга, огромное поле, и это поле издалека в пустыне смотрелось просто как океан. Ты к нему приближаешься, и поскольку там ветер, он поднимал частично эту пленку, и как бы по ней шли волны. Люди лежали на ней просто, и представляешь, что они в океане. Здесь вот... Это Паша Пепперштейн сделал картину, она про Америку, суть всего гангстерская такая история, но для меня она... Ароматизация такого гангстера, мне надо больше крови, да. Мне надо напоминать 90-е в России и как-то с чего-то, с чего бизнесы вообще российские начинались, крупные. Я вычитал, что ты летал в стратосферу. Это утка, или это правда? Нет, это правда, но это было лет, наверное, 10 назад. Я на МиГ-25 летал на... Это 27 или 28 километров вверх. Это под Нижним Новгородом или в Нижнем Новгороде был экспериментальный завод, где испытывались... МиГи. МиГи, да. И тогда была такая услуга, можно было пройти медицинскую комиссию и вместе с пилотом, естественно. Слушай, я там на 2 минуты вырубился вообще. То есть я просто то ли заснул, то ли у меня есть какие-то кадры, где я просто вот так. Ну, это интересно. Мы сначала делали вот этот вот прыжок, то есть МиГ разгоняется на максимальной скорости, потом он как бы поднимается в максимальной вверх, где он не может задержаться. То есть он как бы прыгает туда наверх и постепенно опускается. А после этого было 20 минут фигур высшего палатажа. Это, конечно, просто... То есть я вышел оттуда абсолютно мокрый. Такое ощущение, что я просто там 20 километров пробежал. Это перегрузки. Там зверские перегрузки. 7 или 8 G. То есть ты весишь реально 800 килограмм. Ты почти как в костюме космонавта. Когда увеличивается давление, он от тебя обжимает, чтобы сосуды не лобнули, чтобы не было там, не знаю, инсульта, инфаркта, я не знаю чего. Это мы сначала залетели в стратосферу, а потом, спускаясь, мы делали фигуру высшего первого этажа. Сколько стоит такое развлечение? Я сейчас не знаю, есть ли оно вообще, но, по-моему, 20 тысяч долларов стоило. Не портцы. Можешь выделить несколько неудач, которые у тебя были? Да, у меня был один не очень удачный проект. Мы делали конкурента Headhunter в России, карьерист. Но я бы не сказал, что он неудачный совсем. Я бы сказал, что мы как бы переоценили свои силы. Мы думали, что мы сможем стать лидером этой индустрии и сделали продукт, который не очень сильно отличался от Headhunter, но там было меньше людей. Во всех таких продуктах очень важна критическая масса. То есть, важно, какое количество людей проходится на платформе. Это проблема яйца и курицы. Ты создаешь продукт, но чтобы он был ценен, там должны быть люди. Но чтобы там были люди, там должно быть еще больше людей. И вот аудитория и ценность продукта определяется не самим продуктом, а именно качеством аудитории и количеством там контента, который эти пользователи создают. В общем, мы не смогли решить до конца эту задачу. И я потерял какое-то количество денег на это. Мы продали этот бизнес. Ну, я вложил в него там миллион долларов, а продал его за сто тысяч. Как вот нагнать аудиторию? Есть ли у тебя уже рецепт? Ну, потому что очевидно, что какие-то платные боты это не то. Изначально пытаешься найти инфлюенсеров, амбассадоров, которые могут начать раскручивать этот сервис с тобой. Либо ты фокусируешься на каком-то маленьком рынке. Например, делаешь приложение исключительно для студентов МГУ или для студентов там Стэнфорда. Ты можешь небольшим количеством людей, но достигнуть большой плотности. Вот. Но еще есть уникальные фичи. Просто если делаешь что-то, что вирально, что нравится людям, и они начинают шерить это в своих социальных сетях, то ты можешь вирально разрастись. Эмоциональный такой контент должен быть. Ну, если ты там, например, сделаешь какие-то крутые маски, которые люди начнут просто постить. Если СМИ обращать внимание, то тоже можно. Но потерять 900 тысяч при состоянии 800 миллионов как-то не очень. Ну, это было не при состоянии 800 миллионов. То есть, это была серьезная неудача? Это была большая достаточно. Это было много лет назад. Было такое, что ты думал закрыть бизнес все? не мое. Было ли... Я не предприниматель, я все-таки... С партнерами. Вот у меня в Америке были партнеры, с ними были разногласия, которые меня... Люди, которые раньше владели бизнесом по каталогам, они остались со мной в бизнесе, я не сразу смог их выкупить. И какое-то время у нас были большие споры о том, как развивать дальше компанию. Они хотели продолжать заниматься оффлайном, я хотел заниматься онлайном, и вот здесь у нас были большие разногласия, мне казалось, хотелось сказать, брось это все, сказать, ну, типа, забирайте это все, я не хочу это делать. Это эмоционально так было? Ну, это эмоционально, и потом они не давали делать то, что мне казалось очень важным, и рационально тоже. Вот поэтому мы... Единственное, что мы нашли выход это в выкупе, я и выкупил их IP, и дальше уже стал развивать это. Заканчивая наше интервью, дай совет молодым предпринимателям, что делать, где сегодня disruption, и какие качества в себе развивать. Целеустремленность всегда... Ну, просто начинайте делать. У меня друг Оскар Хартман говорит «just do it». Я считаю, что да, можно just do it. Если ты не можешь не делать, делай, всегда на пути к успеху будут жертвы. Просто знай, что если ты не видишь жертвы, то ты не все видишь. Будет обязательно что-то, чем тебе нужно будет пожертвовать для того, чтобы добиться успеха. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.